В чём разница между джаваскрипт и экмаскрипт? Оптические иллюзии в дизайне. Дизайн в Северной Корее. Погнали. Я думал, дизайн в Погнали будет. Погнали в Северной Корее. Я думаю, даже так. Всем привет, с вами проект UwebDesign, наш подкаст «Суровый веб». Сегодня выпуск номер 143, 31 октября, Хэллоуин. Да, то есть, понимаешь, кроме украинского, на котором выходит наш подкаст, на частейшем. Так, так. Кроме того, что он выходит в виртуальную реальность. Согласен. Ещё и праздник Хэллоуинса. Мы ещё сегодня в костюмах кошечек здесь сидим. Я собачки. Надо какую-то именно зомби-собачку. Ну, конечно, обязательно. Ну, слушай, давай подумаем, в каких мы костюмах могли бы сидеть, в принципе, если у нас подкаст про технологии. В гнилом яблоке с червём. Нам нужны какие-то спуки технологии. Да. Спуки. Спуки. Спуки технологии. Слушай, ну, гнилое яблочко ты классно угадал, а я, я не знаю, я с... Хочется про фотошоп что-то, про Adobe, но я не знаю, в тыква, а на ней в фотошоп вырезан. А ты знаешь, нет, в таком окне, что закончилась лицензия, там, знаешь, типа, или в таком окне, что вышел срок, и стекает срок лицензии. У меня только с Касперским такое ассоциируется, да. Ну, вот. Окей, у нас, знаешь, что сегодня? Во-первых, у нас сегодня много, мало тем, но они, как бы, такие вкусные. Я, да, я думаю, что всё равно всё закончится двухчасовым подкастом, хоть темы мало, хоть как бы они и да. Как в «Песне у зверей», там, выпускной закончится чем-то там, плохим, а у нас всё закончится двухчасовым этим. И как на свадьбе всё закончится сердючкой. Да, да, да. Но вообще у нас беспрецедентно начинается всё сегодня с разработки. Так и правильно. Вот я всегда, надо всегда начинать с разработки. Знаешь, почему? Нет. Потому что это сразу как прогревать автомобиль. Я имею в виду просто нет, не будем. А, нет, не нужно. Знаешь, это как прогреть автомобиль. То есть вот слушатель сел, он холодный. У него ещё клапаночки не задвигаются. Он ещё чуть-чуть постукивает. Да, ты ему как дал джаваскрипта, как на газ нажал. Он сразу поехал, поехал, поехал. И потом хоп, и у него там погнало смарт-тейп и так далее, и так далее, и так далее. Кстати, о смарт-тейпе. Мы пока с тобой разговаривали, биткоин на 200 долларов вырос за время подготовки к подкасту. Извините. Это говорит о том, что мы уже принимаем... Когда мы будем принимать донаты? Мы уже принимаем препараты. А можно написать наш биткоин-хошелёк? Почему бы и нет? Интересно, хоть один придёт донат или нет? Вот ради заманухи. Ну ладно. Ну не в прямом эфире, но тем не менее. Да, да, да. Как бы сейчас себе записать-то, чтобы не забыть? Я напоминалку поставлю, кроме шуток на... Давай скажем о наших любимых партнёрах. Пока ты записываешь, я просто скажу. Давай. Значит, сейчас Саня скажет продолжение, я скажу начало. Во-первых, у нас есть наш дорогой любимый партнёр. Это хостинг. Если вы первый раз нас слушаете, а такое бывает... Это не порог на самом деле. Это не порог абсолютно. То вливайтесь, чуваки. Мы всегда здесь говорим об одном и том же хостинге. Отличный хостинг смарт-тейп. Чтобы на нём зарегистрироваться, вам нужно просто перейти по нашей реферальной ссылке ewebdesign.ru. То есть на нашем сайте просто ссылочка лежит. Переходите и наслаждайтесь, во-первых, доступным хостингом. Во-вторых, охрененным качеством хостинга. В-третьих, охрененным саппортом. Саппорт божественен. Даже финансовый отдел стал работать без выходных и в ночную. Да. А раньше всегда надо было там по инстанциям ходить, только тебе в будние дни ответят, может быть. Я уверен, что у конкурентов тебе надо всё ещё ходить по инстанциям, а в смарт-тейпе уже всё летает. И у них домены ещё такие дешёвые, они через webnames.ru их перепродают, но цены у них дешевле, чем у webnames. What? Как так вообще это возможно? Как-то жёстко, да. Если хотите помочь нашему подкасту, то один из способов – это работайте на смарт-тейп вместе с нами. В EPS-ке, дедикейтить сервера, даже шарит хостинг. У смарт-тейпа он лучше, чем у других. Не верьте всяким рейтингам хостингов и так далее. Это всё пиар-компании врагов. Согласен. Соперников. Короче, у нас же эта ссылка всегда есть в описании, просто для тех, кто первый. Всегда есть, всегда. Прям наш главный спонсор, я пишу, и периодически она мелькает в телеграм-канале. И в паблике у нас в ВК, ну это мы потом скажем, что у нас ещё есть. Ныряем, на нейтралки жмём на эти. Тот самый обещанный JavaScript. Оборотиков даём. Майкл Аранда некий нам написал на FreeCodeCamp статью. И он говорит, что я пытался как-то разобраться, в чём разница между JavaScript и ECMAScript. И без пол-литра-то он как бы и не смог. А думаешь, у них пьют вот там, где Майкл Аранда живёт, пьют пол-литра? Ну слушай, судя по нему, он, во-первых, какой-то шансунг. Шансон, я думал он, слушай. А во-вторых, он на мексиканца похож. И мне это как бы говорит о том, что он, скорее всего, текилы бахнул перед этим, и нормально ему. Слушай, он даже пишет, что он веб-солвер. Или, типа, прикалывается, что он проблем-девелопер. Это точно вообще. Ну, веб-солгудман. Короче. Он разобрался, что... Ну, он сначала, как он рассуждал, думал. ECMAScript — это стандарт, понятно. JavaScript тоже стандарт. ECMAScript — спецификация. А JavaScript — это имплементация, то есть осуществление, да? Ну да. Короче говоря... А, реализация, его вспомнил. Реализация этого стандарта. ECMAScript — это стандартизованный JavaScript. ECMAScript — язык. А JavaScript — это диалект этого языка. Ну, короче говоря, здесь гифка с ниггером. Я не знаю, откуда это. Какой-нибудь Майор Пейн. Только я не помню, было это в Майор Пейне или нет. Какая-то просто хрень. Он говорит, я прям орнул сначала, потому что ни хрена не понял. Но потом начал, говорит, исторически смотреть и вообще разматывать по ниточке, по ниточке. И, в принципе, все понял. Поэтому, говорит, в моей статье я вам расскажу разницу JavaScript и ECMAScript, а также поговорю, как это все относится с браузером, с Бабелем, с JavaScript-овыми движками и JavaScript-овыми... Как рантайм-то переводится? Средами. Средами выполнения. Нихрена, я прям... Что делаешь? Русский язык. Да. Давайте-ка сначала определимся с понятием. Что такое вообще ECMAS International? Это организация, которая делает стандарты для технологий. На самом деле, не только для скриптов. И у меня сейчас, вот я когда вижу логотип ECMAS International, вот тебе буква Е что напоминает? Если честно, то, блин, слушай, 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 забыл, забыл, что напоминает. Но слегка, конечно, напоминает, что это какой-нибудь Edge. Мне вот Edge и напоминает. Но что-то еще более близко, но я сейчас не вспомню. Ну да, Edge может быть. Ну, блин, Ubuntu подобный шрифт используется. Там тоже, но там нет буквы Е. Ну, какой-нибудь Е-ду-бунт, знаешь, Эдюкейш. Вот, да, может... Ну, короче говоря, я про Edge в основном, и это Woodface. Я не знаю даже, хорошо это или плохо, что ECMAS напоминает нам об Edge. Но надо, надо отдать должное. Почему мы... Давай, слушай, давай мы в этом подкасте начнем, скажем так, рушить стереотипы о том, что... Рушать запреты. Вообще о том, что Microsoft браузер – это плохо. Потому что Edge, я считаю, это нормальный браузер. Нет, я не говорю про разработку. Я не говорю, что у него хорошие инструменты разработчика. А просто вот как мне, человеку, который просто читает, смотрит ВКонтактик. Вот. Edge, по-моему, отлично выполняет функции. Ну вот ты когда на нем будешь смотреть? Ну, я, конечно, не дурак. А я-то на работе дурак. Я-то прям на нем все. Я каждый раз сквозь MSN новости пробираюсь. Сегодня там было 9 сексоголиков. 9 звезд, которые признали своей сексозависимостью. Вот, уже. Майкл Дуглас на первом месте. Майкл Бэй. А про Кивина Спейси не было новости. Хорошо. Было про то, что Россия супер из Средиземного моря с подлодки Нижний Новгород по Сирии точечно ударила крылатыми ракетами. То есть пропаганда, что ли? Прямо шапку кому-то скинули, кому-то из ИГИЛа, запрещенной организации в Российской Федерации. То есть пропаганду постят в... Ну, там MSN. И, видимо, MSN Russia, он как бы, так скажем, это, ангажирован немножечко. Ну, ясно. Ну, давай вернемся к Экму скрипту, потому что мы... Про Edge, кстати, здесь будет в этой статье. Так вот, есть, говорит, стандарт для клавиатур QWERTY, да? Несмотря на то, что есть там раскладка дворока, который супер-тручевики используют, капа. Ну, вот есть QWERTY стандарт, и он как бы стандарт. Вот такие же стандарты Экма делает и для скриптинга. Например, крайний стандарт Экма 262, он вышел вот в 2017 году. И его как бы Экма скрипт разрабатывает, в котором просто пишет, что вот скриптовый язык должен там ходить по программе, ее интерпретировать, прыгать, циклы должны выполняться как циклы, циклично и так далее. То есть там вот такие общие фразы, ну, как бы кроме этих общих фраз, понятно, там написано, что... А вот с этого года мы добавляем такие-то ключевые слова, которые означают, что переменная не просто, так скажем, объявляется, а под нее там размечается место в памяти, а может быть не размечается и так далее. То есть там указания, которые браузеры должны будут, ну, точнее, разработчики браузеров имплементировать у себя. То есть, условно говоря, это свод правил некий, который регламентирует вообще, как это все будет выглядеть, потом уже в боях. Сами ЭКМО-организации, они ни хрена не разработчики. Ну, то есть, наверное, они разработчики, но в смысле, что они реально не реализуют то, что они говорят, они только лясы точат. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот, да, здесь есть скрин о том, что там написано, я вам вкратце уже это объяснил. Так вот, JavaScript, что это такое? Это диалект ЭКМО-скрипта. То есть, чтобы вы понимали, ActionScript, который был во флэше, это тоже один из диалектов ЭКМО-скрипта. Вот это поворот. То есть, подожди, это как в китайском, есть несколько диалектов, там, мандаринский. Да, мандаринский и обычный, traditional Chinese. Ну, может быть, слушай, я не знаю, я скорее бы сказал, как вот в английском. Есть британский и американский. И какой британский? JavaScript? А Flash это какой? Нет, все-таки Flash это британский. Вот именно. Flash. Fuck. Flash. Flash. Button. И все такое прочее. Короче говоря, если вы читаете спецификацию ЭКМО-скрипта, вы можете создать свой UVD-скрипт, который будет отвечать всем тем же стандартам. Может, сделаем? Там просто будет не знаю, что сделано. Ну, давай мы сначала ICO замутим, выпустим какую-нибудь свою криптовалюту, заработаем дохрена денег, и тогда нам хватит. Тогда уже нам ничего не надо будет, понимаешь? Не надо было этого говорить, а то нам теперь на ICO денег никто не даст. Продолжаем. Если мы, говорит, читаем JavaScript документацию, то мы смотрим, как его использовать. То есть, внимание, спецификация ЭКМО-скрипта, мы можем создать свой язык, читаем JavaScript документацию, можем использовать уже существующий. Казалось бы, логическая последовательность, ну, как бы прослеживается. Чтобы сделать JavaScript, надо было прочитать ЭКМО-скрипт спецификацию, ей проникнуться и реализовать. Все, конец. Это и есть смысл того, что это диалект. Как бы это, на самом деле, не очень диалект, а реальная реализация. Простите за тавтологию. На самом деле, говорит, есть такие вещи в ЭКМО-скрипте, которые описаны в стандарте, но все еще нигде не реализованы. И наоборот. Например, в браузере Mozilla они реализовывают такие вещи, как, например, объект, который возвращает array buffer transfer метод. Его вообще нету в ЭКМО-скрипте, но Mozilla он уже нужен был для каких-то вещей. И они как бы его реализовали, и они отправили это в черновичок ЭКМО-скрипта и сказали, «Чуваки, вот мы первые успели это сделать, вы, пожалуйста, это стандартизируйте, пусть все под нас подстраиваются». То есть там, на самом деле, достаточно вакханалия происходит, но вот такая же туха, когда идет распределенная работа над языком программирования, а именно над движками, которые JavaScript, как это, как это, «evaluated», «executed», «выполняет», во. Нормальная тема. Ну, забываются, забываются уже русские слова. Не каждый день выполняется слово, говоришь, понимаешь? Словарный запас падает постепенно. Уже когда за хлебом идешь, ты только говоришь, мне вот эту булку, пожалуйста. И показываешь на соседку по очереди. JavaScript engine – это, короче говоря, движок, который выполняет весь код. И синонимы они такие – интерпретатор, имплементация. Что такое JavaScript движок? Это непосредственно программа, которая ваш код, так скажем, парсит, обходит его в соответствии со спецификацией и выполняет. Движков несколько. Ну, например, в каждом браузере есть свой. V8 в Chrome, в Firefox Spider Monkey, а в Edge Chakra называется движок. Сатья воспользовался административным ресурсом, сказал, «Так, мне насрать, что у вас раньше там три дэнтбл, три зубец. Это вы его заберите себе, теперь у нас Chakra». Ну, это имеется в виду, что сатья как бы продвигает свои национальные традиции. Свою культуру, конечно, да. То есть ты пояснил шутку для… Ну, у нас есть новички, у нас есть новички, скорее всего. Ну, ладно, ладно. Новички в корпоративной культуре Microsoft, да? Которые все еще не в курсе. Так вот, этот движок и выполняет как раз все то, что написано в ECMAScript спецификации, как ходить по коду, как перепрыгивать по циклам и так далее. Но очевидно, что есть у них разница в производительности. Почему? Ну, потому что разные разработчики, эти алгоритмы JavaScript, они же по факту-то там на сях написаны. Уж не на Java, а на сях. И они тоже их как-то имплементируют по-своему. Кто во что гораст. Кто-то быстро это делает, кто-то нет. Кому как мозг бог послал. Но, кроме того, что там по-разному имплементированы одни и те же спецификации, они еще и по-разному следят за up-to-date-ностью этих спецификаций, за их новизной. Иными словами, вот в Firefox они прям следят за последними вещами. В 2017 году они уже обновили свой двиган, и у них уже все вот прям up-to-date. Также и в Safari, как это ни странно, их движок Nitro, который JavaScript Core называется, тоже 2017-е фичи большинство поддерживает. V8, хромовский, во всяких старых операх и так далее, он не везде поддерживает 2017 год еще. Хотя казалось бы. Кстати, забегая вперед, движки бывают не только в браузерах. В основе Node.js, серверной имплементации JavaScript'а тоже V8 лежит. То есть двиган там такой же, как в хроме, хотя по факту это вообще не браузер. И здесь мы подбираемся к тому пункту, что одно дело двиган, а другое дело среда выполнения. И вот среда выполнения не обязательно браузер. Это может быть и просто сервер, на котором вы выполняете этот код и говорите, что вот да, 2 плюс 2 мы считаем не браузером, а считаем вот этой вот программой, которая Node.js. Кто еще не запутался, продолжаем дальше слушать. Кстати... Это умненькие самые, получается. Так еще... Естественный отбор. До конца этой статьи дойдут двое человек просто. Ты и я, видимо. Это мы, да. Это только хотел сказать. Короче говоря, если мы будем смотреть change-логи браузеров, то там регулярно написаны как раз вещи. Мы подогнали нашу имплементацию метода hasInstance под стандарт 15-го года. Или там get on property descriptors под стандарт 2017-го года. То есть производители браузеров для того, чтобы поддерживать свой имидж, ну и на самом деле для того, чтобы просто везде все работало примерно одинаково, они подгоняются под этот стандарт. Так уж договорились. Здесь дальше пошло про JavaScript Runtime, про среду выполнения, которую я вам уже сказал, что она не ограничивается браузером. Я только вижу, что там Mario. Вот это... Mario это как раз метафора на... Сейчас я скажу, на что. На Runtime, видимо. Да, я сейчас найду. Давай, ну давай. Просто, как обычно, я задаю какие-то каверзные вопросы, которые вводят в ступор второго ведущего, скажем так. Ну, короче говоря, вот есть у тебя JavaScript, который говорит, что-то должно ходить. А что у тебя ходит? Собака, Марио или кто-то? Это вот определяется твоей средой выполнения. Если ты в браузере, то у тебя там, ну, внутри браузера могут циферки меняться. Если в Node.js, то, ну, какие-то вещи, которые ты в рамках сервера делаешь и так далее. То есть вот Марио, это здесь практически Node.js. Это лирический герой JavaScript-ового сервера. Что за удар жесткий был? Не знаю. Мне страшно стало. Какие-то соседи к нам долбятся. Девочка, которая здесь спит за стеной, о которой мы постоянно говорим. Хотя там пустота, на самом деле. Там улица. То есть спит-то она вон там, в углу. Ну, ладно. Вы-то слушаете или просто представьте, что мы сидим на кухне в 97-й серии? Я думаю, что девочка, у нее уже желтый мозг, как в зеленом фонаре, потому что она слушает. Она поглощает всю нашу информацию, конечно же. И она знает больше нас уже, не дай бог, конечно же. Не забудь мне напомнить, чтобы я потом сделал небольшую ремарку, как Эрих Мэри Ремарк. Так. После вот этого всего твоего монолога про JavaScript. Поэтому давай, продолжай. А про что ремарку-то? Или это спойлер сейчас мне будет? Да это не спойлер. Я просто хотел сказать, вот слышал ли ты? Я просто как человек, который не шарю вообще, я просто у тебя хочу поинтересоваться, слышал ли ты? Еще один кайферный вопрос, я понял тебя. Сейчас очень модно стал, очень новый модный язык, это Kotlin. Слышал? Первый раз слышу. Короче, он не новый в плане того, что изобретение. В 2011-м появился. Я вот сейчас себе открыл на Вики, чтобы не забыть. Это, короче, хреновина, которая, типа, статически типизированный язык программирования, работающий поверх Java Virtual Machine. И это практически Java, по сути. Их делают JetBrains, вот эту хрень. Компилируются в JavaScript в том числе. И, короче, суть в том, что, короче, они, видимо, про них никто нахрен не слышал. Пока, короче, их гуглы в мае 2017-го сказали, что, типа, Kotlin, основанный на JetBrains IDE, будет по стандарту включен в Android Studio 3.0, ну, типа, для Android писать. И как только они сказали, все сразу начали, типа, вот, Kotlin, нахренеть, нахобрее писать статьи по классике. Вот это все. Но Android Studio это тоже JetBrains'кий продукт. Да-да-да, то есть вот это... Но, видимо, на нем тоже, типа... Короче говоря, это очевидно... Ты пишешь, типа, на JavaScript'е, а компилируется в Java-код. Видимо, да. На самом деле все продукты JetBrains'а на Java написаны, все PHP Storm'ы, WebStorm'ы и так далее. Поэтому они, как бы, подружили JavaScript, поскольку он сейчас хайповый до сих пор, с другими средами разработки. Видимо, это просто нативная компиляция. Ну-ка, я сейчас попробую загуглить. Ну вот, короче, вот это сейчас кто вдруг у нас любит? Вдруг у нас есть люди, пацаны, модные, но не слышали. Вот есть же такие чуваки, которые любят все изучать подряд, как говорится. Не, по идее наоборот. Он компилируется в JavaScript. Из вот этого этого? Из вот того чудовища, которое ты пишешь, вот этот статический тип. Ну, это новый язык программирования. И он, видимо, похож на Java, раз он работает поверх Java Virtual Machine. Да. Видимо, он тоже в ByteCode сначала компилируется, а потом уже в JavaScript. Ну, чуваки, с вас тема по поводу Kotlin. Вот я тебе о чем говорю? Кто, вдруг кто-то, это Android-разработка в основном. Android-разработчики должны интересоваться таким дерьмом, по идее. Ну, в смысле, дерьмом, новым языком программирования. Ключевое слово здесь дерьмо, я только хотел сказать, да. Да, ну давай продолжаем. Возвращаемся, да. Что касается обозначений. ECMAScript 6, его мы здесь давно с тобой сидим, его прямо при нас переименовали в ECMAScript 2015. Было. Почему? Потому что они решили каждый год выпускать новый стандарт. Поэтому, если вы сейчас, до сих пор кто-то говорит ECMAScript 6, это прям, а не вчерашки. Да, согласен. На самом деле уже... Это Soul 2016. Вот да. Что такое бабель? Бабель это то, что транспайлит код из ECMAScript 2015 в ECMAScript 5. В старые стандарты все, для старых браузеров. Для чего нужно? Для того, чтобы ты такой весь прогрессивный, пишешь код с летами и прочими стрелочными функциями, а они еще не работают в вашем опере 12 старой. Вот бабель транспайлит так, чтобы работало везде. Оно, конечно, будет не так быстро и шустро, как в новом хроме, но просто потому, что там нативно имплементированы эти стрелочные функции, а бабель их будет транспайлить в костыли. Но, тем не менее, чтобы хотя бы везде все работало. Поэтому, кто еще не знает, что такое бабель, это вот для того, чтобы вы писали по-новому, а читалось как слышится, так и пишется. Вот тут не так. Тут слышится одно, а пишется по-другому. Ну и что касается... Здесь типа шутка, не шутка, а так скажем просто историческая справка. Непонятно, что было, курица или яйцо первым. Ну в том смысле, что JavaScript появился первым. Потом сделали стандартный экмоскрипт, и теперь JavaScript подстраивается под экмоскрипт. Да это нормально, понимаешь? Сначала появилось образование, а потом государство. Wild JavaScript сначала появился. Да, то есть это как бы нормально. Ну вокруг него какая-то инфраструктура образовалась. Какие-то законы специальные. Да, за экмоскрипт просто более крутые кенты подъехали. Так, вы теперь подъехали. Так, теперь вы, да, работаете на нас. Они, да, метнулись кабанчиком, обкашли в вопросе, и теперь все нормально. Ну слушай, что, уже получается мы разогрели пацанов? Я думаю, они сейчас все... Влажность и температура у всех сейчас в порядке. Ну смотри, смотри, я просто призываю людей, которые подумают, что у нас сейчас все будет вот такое, как будто мы сидим и у нас радио Ти. Расслабьте булки, больше не будет. На самом деле, будет все, сейчас будет дизайн, пацаны. Сейчас будет дизайн, причем интересный. Кстати, да, это не ширпотребный какой-то дизайн? Абсолютно нет. Как вы могли бы подумать сейчас про Long Shadows какие-нибудь? Абсолютно нет. Опять же, So 2015, Long Shadows сейчас бы говорить. Но перед этим давайте скажем, смотри, стандартные вещи. Давай. У нас есть такие вещи, как uwebdesign.ru. Да. Это сайт нашего проекта uwebdesign, как вы могли догадаться, если вы вдруг хотя бы до второго класса доучились в школе. У нас там есть регистрация на сайте. Для чего регистрация нужна? Чтобы оставлять свои темы в подкаст. Эти темы можно оставлять у нас там в сайдбарчике справа. Все там написано очень подробно, очень лаконично, скажем так. Подробно и лаконично – это вещи, которые отменяют друг друга. Но у нас вот все и подробно, и лаконично. Мы умудряемся это сочетать. Вы можете оставить свою тему, желательно одну и очень классную. Да. Не надо список из 10 тем, и сами как хотите разбирайтесь. Таких людей мы обычно проклинаем и не разбираем ни одну. Согласен, согласен, да. В том числе, кстати говоря, вы можете нас поддержать, допустим, какими-то средствами, своими денюжками на uwebdesign.ru slash donate. Надо биткоин-кошелек, например. Вдруг будет, да, вдруг будет биткоин-кошелек, потому что вдруг... Все крохи свои скидываете? Да. Крошка-сынка-тсу пришел и сказала кроха. Да. У нас есть телеграм-канал, между прочим. Чего у нас только в телеграме нет? И телеграм-группу есть. И канал. В канале все самое классное. Вообще. Вот канал сейчас – это прям вот страсть. Я просто каждый раз путаюсь, что из этого канала. Канал – это там, где тупо новостная лента, а группа – это там, где мы с тобой ходим. Почему просто нельзя чат назвать? Телеграм-чат. Ну, мы можем с тобой так говорить, но по факту это не отменит того, что группа называется. Хорошо. Это все можно увидеть в ссылках uwebdesign.ru slash about. Потому что многие люди пишут, а как к вам попасть в чатик? Все легко. uwebdesign.ru slash about. Открытые ссылки. Заходите, если у вас есть клиент телеграма. Он у нас сам сразу предложит. А вот это, слушай, это шлющий. Это похоже на ссылку публичной группы. Публичные оферты. И в том числе последнее, что из вот этого блока, который я каждый раз говорю, у нас есть стикеры. Стикеры на ваши ноутбуки, на ваши кружки, я не знаю, хоть на что. Они находятся у нас в паблике vk.com slash uwebdesign. Зрители, вам я показываю, а слушатели, просто представьте. Витрина товаров сразу под закрепленной новостью. Жмете на понравившийся стикер и гигантскую синюю кнопку. Не промахнуться никак. Другой кнопки просто нет. Но есть добавить в избранную, но она беспонтовая. А вот написать продавцу, жмете. Меня заинтересовал этот товар. И эмодзи обезьяны какой-нибудь, я не знаю. У меня просто здесь в часто используемых эмодзи гориллы. Которые, так знаешь, боком идут. Все. И мы вам отвечаем в течение суток. И говорим, блин, за ваши бабки любой вопрос. Да. Да, а потом отправляем вам стикеры. Вот такая история. В принципе, все. Дизайн. Будь здоров. Прям не соврать. Спасибо. Дизайн, нормальная тема. Погнали. Так, первая тема дизайна у нас предложил фронтендер. Слушай, давай перевод, да, будем смотреть. Тут у тебя все предложено. Тут у, тут у, тут у, тут у. Вот фронтендер-то предложил оригинал. Какой-то некий длильмолюль. Ну, это как бы димон 1111. Ну, какой-то да. Какой-то D1, I1, M1, O1, N. Мы с тобой, слушай, в стариков превращаемся, я вот что понял. Почему? Потому что, вот слушая какого-нибудь Умпутуна в радиоте, в радиоте или у себя в подкасте, он каждый ник читает, во-первых, досконально. Во-вторых, еще когда, если ники сложные, он начинает вот запинаться именно. Тут D1, это, прокомментировал. Вот да. Ну, слушай, это вежливость, обыкновенная учтивость. Наоборот, мне кажется, это выглядит так, как будто мы срали на его ник. Тем не менее, Димон, спасибо, во-первых, за комментарий, за перевод. Тема предложена, и фронтендер, и мы тобой рассматриваем перевод просто для удобства. Взлом визуальной системы. Удобство, кстати, на улице. На улице. 11 оптических иллюзий в графическом дизайне. Ссылка с хабра. У нас, между прочим, 612 человек в ювеб-дизайн-канале. Страшные вещи, страшные. Мы можем уже что делать? Пока еще ничего. Вот когда будет 666, уже начнем влиять. Так что не хилуем, по идее. Должно 666 быть. Ну, я прям, надо, чтобы подписывались люди. Об наличке конец в 2018. Вот такая реклама у меня гугловская. Нормально. Как конец-то? Как деньги-то теперь зарабатывать будем? Ладно, магистр люди. Магистр люди? Это ник чувака на хабре. Опять же, запинаться. Вижу, вижу, да. Он перевел нам эту статью. И он пишет, что, в принципе, есть определенные оптические иллюзии в дизайне, которые мы можем использовать. И брать их, так скажем, как на вооружение, так и обходить их стороной. Если вдруг это негативные оптические иллюзии. И они обусловлены несколькими вещами. Во-первых, первое – это призраки рода. Нет, нет, не признаки, а призраки. Призраки рода. Это говорит нам о том, что все мы люди. И вот просто вот так получилось, что люди вот так видят. Это какое-то бинокулярное зрение, потому что у нас условно. Так. Это когда бинокль смотришь? Да. Это когда ты сидишь на заднем ряду на галерке и хочешь увидеть эмоции, вот эту вот экспрессию на лицах актеров, вот у тебя бинокулярное зрение в этот момент. Второе – призраки пещеры. Это индивидуальные. То есть в пещере – это, грубо говоря, ваша семья. Вот у вас в семье принято на слово «зашквар» реагировать очень негативно. Всех бесит это слово. И вот это вот ты поэтому воспринимаешь. Тебе говорят «зашквар», а у тебя настроение аж портится. Ты даже не понимаешь, почему. А все из-за того, что у тебя призрак пещеры. Призраки площади или рынка – это микрообщности. То есть вот у вас в коллективе рабочем принято плохо реагировать на слово «аванс». А почему? Потому что в аванс обычно приходит 5% зарплаты. Кто-то радуется, аванс – целая треть зарплаты. А вот у вас всего 5%, потому что все остальное вам в конверте потом доносит, не дай бог. Вот у вас призрак площади – это аванс. А призрак оперы будет? Призрак оперы – вот следующее. Призрак театра. Смотри, какая. Это вообще, в принципе, о других людей. Прям вот от людей с улицы, так скажем. То, что аксиомы наук, веры, беззаботность. Ну, короче говоря, ну вы поняли. От максимально того, что ты человек, заканчивая тем, что у тебя семья, большая общность и гигантская общность. Просто то, что принято уже, так скажем, да. Первое. Пошли по пунктикам. По разным вот этим оптическим иллюзиям. Сразу скажу, какие-то мне нравятся, какие-то мне не понравились. Погоди, слушай, слушай. Так получается, если тебе какой-нибудь человек, да, говорит, что ты скоро будешь жить в прекрасной России будущего. Так, есть такие люди. То это, возможно, призрак театра, он как бы, ну, скажем так, ложное представление, говорит, об устройстве действительности. Ну, ты тут нормальное такое ложное представление скинул. Поэтому, возможно, да, он обманывает нас всех. И как бы вы обманываться рады бы. Прислужить бы, брат, прислуживаться тоже и даже присмыкаться, если что. Вот да. Первое мне нравится. Иллюзия сечения треугольника. Треугольник, у него центр, ни хрена не по центру, чтобы ты понимал. Так, слушай, мы же это обсуждали уже, подобное. Это только всего лишь подобное. Это вот ты не смотри на то, что мы опять про этот треугольник. Просто мы форсим логотип Ютуба, потому что мы выходим на этом замечательном видеохостинге, лучшем в мире. Ну, логично, да. Вот. И мы говорим о том, что центр у треугольника, он не там, где ты линеечкой померил по ширине, так сказать, его, не соврать бы. Бессектрисы и медианы. А она в данном случае в равномерном треугольнике в одном месте находится. А вот на пересечении двух других медиан. Короче говоря, это называется центроид или баритцентр у треугольника. Вот он ни хрена не по обычному центру. И если вы его используете вписанным в прямоугольник, в данном случае скругленный, то надо это делать с умом. Называется это все умным. Иллюзия сечения треугольника словами. Очень умно. Но тем не менее. И вот есть Ютуб логотип. И у него на самом деле ни туда, ни сюда. И не в тупую по центру, но и не по сечению треугольника. То есть, грубо говоря, они какие-то свои собственные цифры выработали. И мне на самом деле, вот здесь смотри, три логотипа представлены. Это по тупнику, когда просто 50 на 50 сделан. Там видно, что кнопочка прям слева. И калькулейтинг с центроид. Центроид кажется, как будто бы все-таки сильно правее он. Да. Поэтому Ютуб, они гении. Они даже эту оптическую иллюзию смогли еще лучше улучшить, чем математика. Окей. Ну вот здесь есть прям формула суперская, как это все рассчитывать. Бла-бла-бла, нам насрать. Я испугался. Да, вертикально-горизонтальные иллюзии. Вот это мне прям понравилось. Когда ты в вертикальном режиме, например, в своем смартфоне, который повторяет пропорции твоего лица, например, скролируешь квадраты, тебе кажется, что по вертикали квадрат выше, чем он по горизонтали. Просто потому, что у тебя вокруг, так скажем, этого квадрата узенькие рамки по ширине, а по высоте много места и сверху, и снизу. И тебе кажется, что это прямоугольник, хотя это квадрат. И чтобы это скомпенсировать, тебе нужно всего-то лишь расширить по ширине. Чтобы это все-таки был не квадрат, а прямоугольник. Но тогда он будет нам казаться все-таки как квадрат. Называется вертикально-горизонтальная иллюзия. Окей. Мне прям нравится. Хотя вот здесь нам показывают, что в Фейсбуке один к одному. Но нам кажется, что оно вертикально-горизонтальное. Кстати, здесь написано, что увлекательно то, что восприятие этой иллюзии зависит от культуры и пола. Люди, живущие в развитых городах, как правило, проявляют большую восприимчивость, чем люди, живущие в сельских районах. Это объясняется тем, что жители сельских районов, как правило, привыкли жить в круглых домах. Поэтому они квадрат видят как нормальный квадрат. А мы уже прямоугольники не видим, потому что у нас высотки. Я вот вижу, к сожалению, квадрат. Возможно, я из деревни. Ну, нет, я могу видеть квадрат. Но если меня просто вот ночью разбуди и спроси, я подумаю, что это вот не квадрат. Наверное, просто если я зайду на Фейсбук. Вот если я, наверное, сейчас просто на Фейсбук зайду. То мне будет казаться, что это все-таки прямоугольник. Вот если я хоть одну картинку у себя найду, какие-то видео. Ну, мне вот кажется, что прямоугольник на каких-то фотографиях. Если это действительно один к одному, то я все-таки не деревенский. У меня тут батя комментирует. Ну, ладно. Окей, пойдем дальше. Да, ты уноси ноги оттуда. А то у нас сейчас подкаст в другое русло зайдет. Да, да. Так вот, следующее называется «Полосы Маха». Знаешь, вот есть девушки, которых зовут Маша. Вот иногда их называют Маха. Подруги. Это как бы, да, это типа они, знаешь, выпили как бы вдвоем. Ну, или в компании девушек. И вот ты там, Маха, своего-то этого. Как там это? Как там это? И туда, и сюда. Она такая, да ты слушай, у меня, знаешь, какие полосы в Махе. Поэтому мне уже никто ничем не поможет. У меня две полосы в Махе. Мне нравится в тебе только одна полоса, которая разделяет твою задницу на две половинки. Полосы Маха. Это вот здесь такая оптическая иллюзия, что если оттенки одного цвета рядом друг с другом расположены. То. Особенно это часто сейчас встречается в эпоху, так сказать, плоского дизайна. Смотри, как у нас разошлись. В эпоху империи надо было, чтобы кто-то третье еще сказал. И вообще хорошо было. Так вот, кажется, что есть между ними ложная тень. Именно на грани вот этих вот линий. Я понял, да. То есть вот на синей гифке не так видно. А вот дальше снизу, где Огл Материал Дизайн, там прям видно, что на стыке, так скажем, полосочек, кажется, есть тени. А на самом деле их нихрена нет. И? Кроме шуток, так и называется полосы Маха. То есть это реально вот такой оптический обман. Да, да. То есть так воспринимают наши глаза. Особенно чем больше ты скроллишь, тем кажется, что там до хрена прям теней. Уже не такие интересные пошли. Вот мне вертикально-горизонтально понравилось. Иллюзия Геринга. Практически, как его? Ну, блин. Один из чуваков с Гитлером? Да, да, да. Или Геринг, наверное, и был. По-моему, Геринг был. Геббельс, Геринг и... И сам он. Это, наверное, его иллюзия? Или нет? Нихрена себе. Я сейчас боюсь сказать что-нибудь такое. Если, говорит, короче, много тонких линий. Ну-ка. А, так сказать, расположить рядом. И если их двигать, то они, кажется, что пульсируют. Вот здесь вот картинка Сонос. Вроде много просто мелких линий, которые сначала к центру концентрируются, так сказать. Нет, это другой чувак, если что. Ну, слава богу. А то ведь неужто... Да он бы тогда просто с Вастом бы рисовал, да и все что. Да, тоненькими полосочками. Я вот скроллю их часто, и по эпилепсии у меня прям это. Мне кажется, что это глаза филина уже. Ну, ладно, это уже лечится, то, что мне так кажется. Иллюзия Геринга, короче говоря, это прикольно. Кстати, называется это все муаровый узор еще. Когда вот такие две сетки накладываются и ложные движения порождают. Короче говоря, сенсорная техника достаточно популярна в искусстве оп. Арт. Не поп-арт? Вот поп-арт, когда уже не вставляют, уже оп-арт делают из таких линий. Следующая это сетка Германа. Ну, это такое, достаточно известная хренька. Ты смотришь на квадраты, тебе кажется, что между квадратами есть кругляшки. А по факту их там нет. Это просто, когда много черного концентрируется, а там не черное. То нам, так скажем, боковое зрение подсказывает, что ну, какую-то тень опять же отбрасывает. Вот так это называется. Слушателям, на самом деле, видимо, очень сложно сейчас представить. Ну, просто представьте. Да, но вы попробуйте просто представить. Вот шарики такие между кругляшки, между сетками, где близко квадраты или прямоугольники расположены. И да. Я не знаю, как это можно использовать. Вот предыдущие можно было хоть как-то использовать во благо. Вот это только во вред. Контрастная иллюзия. Вот это, кстати, любопытно. Опять же, такое в офисах, мне кажется, любят кидать друг к другу. А что, какой темнее квадрат? И ты такой думаешь, блин, ну тот, который справа темнее, он же... А на самом деле это всего лишь контраст. А они одинаковые. Ну, в принципе, да. То есть, реально, развлечение двух объектов одного цвета на разных контрастных фонах приводит к тому, что нам кажется, что цвета разные. Хотя, на самом деле, они одинаковые. Это называется контрастная иллюзия. Так же, как вот здесь Textland, хотел сказать. Текст про Portland. Fashion X. Начал на немецком уже после Геринга разговаривать, как бы. Да. В общем, здесь это тоже текст. На самом деле, он одним цветом написан. И вот не верится, а это так. Дальше иллюзия Манкера Уайта. Она, на самом деле, очень похожа на... Какая? На контрастную иллюзию. Я даже не готов вам сказать, чем она отличается. Ну, то есть, опять же, вот у нас есть два набора, так скажем, полосочек. Но когда мы их пересекаем между собой темными полосками, они как будто бы перекрашиваются в другой цвет. А это, опять же, нихрена не так. То есть, это удивительно. И это сложно описать реально словами. Но если, ну, грубо говоря... Да это продолжение контрастное, так скажем. Мне интересно просто, зачем у нас именно глаза так видят. Почему они могут идеально все видеть? Потому что мы не идеальны. Ё-моё. Это главные отмазки людей, которые воруют и так далее. Не мы такие, жизнь такая. Вот не мы такие, глаза такие. Да. Дальше идет иллюзия акварели, в которой нам, если вокруг черный фон, а потом в нем фигура с рамкой, а внутри белый цвет, нам кажется, что это не белый цвет, а серый цвет. Просто потому, что слишком сильный контраст между черным и белый. И вот эта вот граница, которая ограждает черный от белого, она отбрасывает, так скажем, небольшой оттенок. Нам кажется, это серь. Серь. Так, продолжай. Тебе достаточной серии. Реабилитирую себя после серии. Здесь другая есть иллюзия акварели, когда на белом фоне белая кнопка, но с границей жирной. Кажется, что внутри кнопка не белая, а как будто есть некая грязь такая цветная. Я вот на это все смотрю, я боюсь, что мы до свастона дойдем здесь все-таки в этой статье. Вот я вот, предчувствие у меня такое. Дальше у нас иллюзия Justrow. Это когда две одинаковые криволинейные... Два одинаковых криволинейных объекта... В буквы СС трансформируется. Я просто как бы... В цветные такие, детские, детский СС. Запрещенный наверняка организацией в России. Уже все. Согласен, уже можно обратно агитировать. Снова великие были. Ладно. И кажется, что это две абсолютно разные фигуры из-за того, что они прилегают друг к другу, не... Ну, короче, они не в ряд стоят, а они вот такие вложенные. А по факту... Вот я реально, я смотрю, и она иллюзионная прям эта иллюзия Justrow. Я вот не могу поверить. Они отодвигают, и они разные. Придвигают, и они типа одинаковые. Ну, охренеть теперь. Кстати, иллюзия возникает при работе с криволинейными объектами. Кажется, что два элемента отличаются по размеру, но при ближайшем рассмотрении они на самом деле одного размера. Иллюзия Корнсвита дальше. И она, короче говоря, о том, что если у нас есть градиент с центральной линией, то кажется, что два изображения, они разные по цвету, а по факту они одинаковые. Вот это тоже бред. Всего лишь центральную линию провел, а такое ощущение, что целую половину окрасил в один цвет. Я вот сейчас смотрю по трансформации, а цвет действительно один. Ну, и это показывается, вот эти ромбики, которые ты скроллируешь. Кажется, при скроллинге, что один темнее, другой светлее. Хотя по факту это один и тот же градиент во всех ромбах. Но тупо из-за того, что контрастность, так скажем. Это все опять же из-за контрастности. Все эти иллюзии, они только из-за того, что разные цвета между собой по-разному граничит и контрастируют. И из-за этого у нас в глазах просто дискотека. Иллюзия Мюллера Лайера. Вот. До свастона дойдем. И это то, что мы обсуждали уже в прошлый раз. Когда мы, например, у нас есть строка I.O. Input-output условный. И нам надо букву О сделать чуть-чуть больше, чтобы она казалась одинаковой по высоте с буквой I. Почему? Потому что вот круглые фигуры нам, кажется, они меньше. Кажется, что они вписаны, так скажем, в линии, чем непосредственно прямоугольные фигуры. Слушай, а знаешь, что я тебе хочу сказать? Раз ты уже про это, мы говорим. И раз мы уже, в принципе, второй подкаст затрагиваем вот эту тему оптических иллюзий. Так. И мы с тобой сидим вдвоем в полосатых рубахах практически. Так. Вот все же должны знать. По крайней мере, девушки точно должны знать. Что? И толстые мужики. Так. То, что полосы на рубахе горизонтальные. Они полнят. Да, конечно. А вертикальные, наоборот, стройнят. Или, например, темная одежда, она тебя стройнит. Это иллюзии Тарасова-Гончарова. Это двойные фамилии такие, знаменитые. Какого-нибудь Тарасера и Генриха Тарасера. И Гончелюлера. Да, Гончелюлера, да, я боюсь. Окей. Ну, это так. Вдруг кто-то не знал. Ну, вдруг. Ну, девушки точно все знают. Вдруг нам... Отвечаю. Они прям вот... Вдруг нам уже Эвелина Хромченко мы тут с тобой сидим. Ну, главное, чтобы не Александр Васильев. Ну, да. Потому что Эвелину Хромченко мы еще хоть как-то здесь потерпим в нашем подкасте. А вот когда нам будут про историю моды... Ну, да. Согласен. В шарфе. Это не в какую. Линкт-ин здесь есть. И вот этот прием называется overshooting. Когда мы увеличиваем буковки в размере, чтобы они казались, так сказать, одинаковыми по высоте со всем остальным текстом. Мне похрен. Мне одинаково. Выглядит, что с овершутингом, что без овершутинга. Я вижу просто надпись «Говно». Вместо надписи «Линкт-ин». Поэтому шо то, шо это. Так же, как и Amazon. Ну, здесь, конечно, не говно. Здесь и гениально. Но, тем не менее. Зачем, говорит, нам все эти нужные хрени? Для того, чтобы лучше прям воспринималось. И автор нам рекомендует «Гештальт психологию». Опять же. «Майн кампф» хорошо не рекомендует. И там мы можем почитать. Немцы, по ходу дела, знают толк в оптических иллюзиях. Ой, знаешь, я боюсь, если честно, если туда вникнуть, что ты там увидишь потом? Какие иллюзии? Потому что здесь еще есть список таких достойных внимания, как иллюзия Бенгауса, Эринштейна и так далее. Кстати, перевела, знаешь кто? Аля Бланкмер. Давай без комментариев поставим. Просто понимаешь, в чем дело? Я тебе объясню. Возможно, мы с тобой два неуча. И у нас есть какие-то более... Мы неучеры. Неучеры, да. И неучулеры, опять же. Учулер нам бы какой-нибудь поведал, что на самом деле издревле все немцы, или те, кто живет в Германии, мы не будем говорить, но вот эти люди в этой области конкретно изучали издревле оптические какие-нибудь эффекты, потому что то-то, то-то... Потому что еще Галилей там в телескоп, в калейдоскоп. Видел Юллера, опять же, который изучал. Который с фастон рисовал просто и все. И они решили как-то это все заводить. Вот, Яля Бланкмер перевела, и молодец. Ну, вообще, смотри, какая схема завуалированная. Алексей запостил перевод Али Бланкмер. А у него самой нет аккаунта на хабре? Не знаю. Или у него более раскачанный какой-то аккаунт с 125,5 кармы? Да. Окей. Вот такая вот тема про оптические иллюзии. Прям мы как сквозь кисель прорывались сквозь нее 20 минут. Ну, мы сейчас маленько взжарим пацанов. Ой, давай. Дима прокомментировал, то есть он предложил нам новость. Честный лендинг. И, между прочим, есть же какие-то чуваки, коллеги, скажем так, UX Live. У них даже есть какой-то свой канал. У них есть Телеграм-канал, и там 14,5 тысяч подписчиков. Это больше, чем у Каноненки. Да, то есть, в принципе, они мощны, сильны. И они придумали какой-то прикольный лендинг. Это как бы стёб. Причём на тильде его сделали. Тильда это как Викс, чтобы ты понимал. А, то есть это максимальный стёб. Да, да, да. Это максимальный стёб. В том-то и дело. Я знал, что это не в курсе. Вот. Окей. Это мало того. Здесь везде вот эти вот именно лица, пека-лица. Вот эти пека-мем-лица. И они как бы все тролльно улыбаются нам. И как бы говорят, уже намекают на то, что это как бы всё один большой троллинг. Если вообще, в принципе, в 2К17 принято говорить слово троллинг. По-моему, уже его начали забывать. Да, по-моему, это просто обычная жизнь. Да. Честный лендинг. У Каноненки 10 тысяч подписчиков. 10 тысяч 85. Так что в натуре больше, чем у него. Ну, да. Честный лендинг. И здесь будет ненормативная лексика. Внимание. Уберите беременных женщин и детей от экранов. То есть все уйдите. Честный лендинг. Дело не только в том, что мы м***ки, которые используют шаблоны. Но и просто наш тупой маркетолог думает, что кого-то в 2017 таким можно удивить. И здесь, короче, типа, всё это всё. Это всё один большой стёб. И как бы ландуха. Стёб на ландуху. Вот есть кнопка. Если ты ленивая тварь, можешь нажать и проскроллиться. Причём скроллинг не сделан в кролли. Он просто перепрыгивание. Он просто перепрыгивание. Я думаю, это тоже часть. Нет, что характерно. Там ещё, чтобы ты видел. Полупрозрачная стрелочка такая. Двигается. И вот по ней плавный скрол. А, по ней плавный. А по кнопке? А по кнопке просто перепрыгивание. Возможно, Стёб, возможно, не доделали. Я поверю в оба развития. Согласен. Прежде чем вы купите наше говно или подпишитесь на рассылку, посмотрите, какие иконки мы нашли и еле придумали этот маркетинговый бред. И тут реально, как всегда, когда люди делают ландуху, они выжимают просто. Вот просто высасывают из пальца все свои плюсы, чтобы подписать под иконки, причём уже существующие. То есть они берут какую-то ландуху с готовыми иконками. Или у них есть какой-то пак иконок, и нужно под эти иконки подписать. Я думаю, готовый HTML-шаблон какой-то. Да-да-да. И нужно вот что? Часы, например. Типа мы, короче, соблюдаем дедлайны и вообще пунктуально. Тоже нет. Семья.svg. Тут блог с доверием. Мы, правда, не смогли найти иконку с нормальными толщинами. Ну и так сойдёт. Да. Стань миллионером за день. Есть. Просто она ещё и цвета другого. То есть как бы... Ну ладно. Это прям оно. Вот на графике показано, короче. Вот на графике показано, короче. Если не веришь, напишём нахуй. Тактический бадхёрд. Мы небольшая компания, так что взяли иконку с другого набора. А тут реально видно, что она с другого набора. Да-да, она просто даже цветная банальна. Ну а чё? Иллюстрации дорого сегодня. Ещё нет иконки. Сюда надо было что-то написать про то, что мы лидеры, ну или не сюда х**ает. И тут реально нет иконки, короче. Дальше, типа, какой... Как вам такой макап? А? А? Небось не ждали, что умеем подставлять в макапы шаблоны любые картинки? Здесь, кстати, UX Live. Причём один из них даже заблюренный. То есть, в принципе, это гениальная работа. Гениальная работа проведена. По кнопке сразу же на их телеграм-канал кидают. Причём по всем кнопкам. Я там внизу ещё другую проверял. Да, по всем. По всем, да, кнопкам. Всего три шага. Здесь три иконки опять. Первая. Пошёл ты, х**уй. На первом шаге вы находитесь тут. На втором шаге вы всё ещё будете читать этот текст. Логическое завершение вашего пути. Ещё раз кнопка, если вы пропустили её выше. Снова конверсия на кнопку. Там вот эти классические счётчики. 25 минут было потрачено в создание. Они бы ещё вот не хватило. Там, кстати, Филс Бэдмен на его фото. Да-да-да, там Пепе как бы. Так вот, самое главное, что эти каунтеры должны были ещё это. Ну, как пересчитываться. Ты до скролли, и они только... Да-да-да-да-да-да. Но до счёта не сделано. Они здесь уже, видимо, посчитаны. Отзывы клиентов, как бы, которые... Михаил Ипсум знаменитый. Причём, как бы, это там женщина. Причём, там, тёлка, да. Да-да-да. Антон Исаев. Александр П. Что самое главное, стрелки скачут, как бы. Не знаю, специально это сделано или нет, но в галерейке стрелки скачут, если переключать справа и слева. То есть, они вверх-вниз ездят, как бы, и никто этого не чурается абсолютно на этом лендинге. Как и, в принципе, на всех лендингах. Вот, да. Мне просто ещё интересно, вот сами люди, которые здесь, это тоже какие-то пасхалки или чё? Возможно, да. Возможно, мы должны знать их. Возможно, это чуваки с UX Live. Не знаю. Этот блог чаще всего пропускают, потому что он выглядит по-нищенски, но некоторые называют его Call to Action. И, типа, здесь, опять же, ссылка конверсионная. Почему он выглядит, друг, по-нищенски? Ну, типа, здесь ничего нет, он пустой абсолютно. Ну, чё здесь, буквы на синим фоне, как бы, белые буквы. Потом вот ещё блок такой с галками по классике, почему мы крутые. Нельзя покакать не пописав, но можно пописать не покакав. Вот такие вот, как бы, цитаты знаменитые. Вот здесь вот чёрный на жёлтом, как у Тинькова сделан. У Тинькова банка. Хорошее сочетание цветов. И оно ещё и как JavaScript. Я боюсь представить, что если это ещё и на него троллинг, а он может всякое делать с дверями. Да. Вот. Наши работы здесь, как бы, представлены. Даже лайтбокс небольшой. Даже есть, да? Да. Даже есть, даже есть, да, прикручен. Что здесь ещё есть? Пожалуйста, прочтите личное обращение основателя лендинга. Ну и тут, как обычно, фотография. Специально нашёл отретушированную фотокарточку, чтобы все сразу видели успех и премиальность. Я вот, когда из школы выпускной был, на таком же сером фоне, в такой же чёрной рубашке фотографировался. Ну вот. У нас там два образа было. Один, как бы, серьёзный, другой игривый. Один какой-нибудь в образе пирата, да? Ну, у меня я был с теннисной ракеткой. Я тогда в теннис большой играл. А, ты типа спортсмен. Да, да. И причём с журналами игромании я там ещё был. Блин, то есть ты... Там попури у меня вообще. Ты типа, как бы, нёрд, но как бы... Я, как бы, крутой нёрд спортивный, да. Я понял. Прямо как сейчас. Но Нейм Старкович. Короче говоря, куча приколов. Абсолютный стёб на лендинге. Я даже не знаю, что ещё сказать. Почему-то всего два ВК-шеера и 77 фейсбук-шееров. Вообще, как ты вот относишься к такому виду? То есть, вообще, на кого-то это влияет или просто поражать в офисе? Вот такая вещь. В смысле? Стёб на лендинге? Да, то есть изменит ли это мир? Нет, нет. К сожалению, понимаешь, уже у клиентов в башке, что надо сделать лендинг. И это вытравить уже только просто уничтожив два поколения клиентов. Ты... Мы возвращаемся к прошлой теме. Да. Немножечко гончелюлера у меня прорвалось в этот момент. Но просто это только калёным железом такое выжечь. Ну или просто принципиально не работать с такого рода, так сказать, проектами. Этого у вас тоже никто не запрещает сделать. Я считаю, это правильная тактика в этой ситуации. Но если деньги нужны, то придётся делать честный лендинг, как мы здесь видим. Нет, придётся нечестное делать. Нечестное дело. Окей, следующая новость у нас. Дизайн в Северной Корее. Между прочим, звучит горячо. Зная, понимаешь, зная то, что Северная Корея это вот для меня лично, для меня лично, я не знаю, как для наших... Некоторые люди считают, что просто это, знаешь, сторона каких-то дурачков. Для меня это просто сторона-загадка. То есть это какая-то такая сказочная вещь для меня. Я случайно рыгнул в микрофон, ничего не смогу сделать. Это нормально, это нормально. У нас, вот, не знаю, что бы сделали с тобой в Северной Корее за такой подкасте, но мне кажется, что вот это какая-то такая вещь. Это, с одной стороны, ну, немного опасно поехать туда, например, туристом. Вот мне, как, допустим, человеку, живущему в России, с гражданством в России. Мне кажется, наоборот, туристам минимум опасности. Мне кажется, наоборот. То есть охрен его знает. Понятно, что гражданином, будущий гражданином Северной Кореи, тут тоже есть некая класса. А будучи гражданином прекрасной России будущего, интересно, можно туда поехать? Ой, не знаю, не знаю. Но, тем не менее, все, что мы знаем о Северной Корее, можно наверняка узнать немного еще и из графического дизайна, из их особенностей, правильно? То есть, смотря на их дизайн, можно что-то понять о самой стране. Так что вот Neuron Insomnius предложил, и наверняка ему респектуха за эту тему. Я вот сейчас хочу послушать прям. Ну, Neuron Insomnius всегда респектуха. Это как бы вообще не обсуждается. Он крутой чувак. Мур-мур-мур. А здесь Ольга Шишкова нам на vc.ru пишет 22 тысячи просмотров у статьи. Больше, чем подписчиков у канала UX Live в Телеграме. Но еще меньше, чем просмотров у нас на сайте, обычно у любого поста, поэтому... Интервью с Николасом Бойнером, автором книги «С дивана в Северной Корее». Короче говоря, вот есть вот эти еще самородки. Самоуродки, хочется сказать, но нет. Так. Которые реально вот ездят в Северную Корею. Мы с тобой здесь, опять же, давно сидим. И в этом подкасте обсуждали то ли год, то ли два назад статью на LiveJournal. Точнее, даже целый блог чувака на LiveJournal, который реально поехал туда учиться по обмену студентам. И он писал, что в Пхеньяне на самом деле прикольно. Вот кто-то его больше и не видели с тех пор. Короче говоря, вот Николас Бондер примерно так же. Поехал в Пекин в 93-м, а там уже управляет туристической компанией, которая организовывает поездки в Пхеньян. На самом деле, исторически Китай впрягся за Корею, освободил ее от Японии. И поэтому Северная Корея, она политически, так скажем, сателлит Китая. То есть, если Северная Корея что-то бедокурит, то Китаю американцы говорят, ты слышишь ты, вы успокойтесь там своих этих... Впрягается за них Китай, получается. Ну, типа да, он как бы уже не очень охотно, потому что Ким Чен Ын в натуре погнал. Но как бы вот если отставить шутки, что там Ким Чен Ын с Трампом срутся в Твиттере, условно. Ну да, и что он хочет прям ракетами и ракетами. Да, 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 Китай, он как бы говорит это. Он и американцам говорит, да ничего, они нормально, пусть играются. И этим, говорит, вы слушайте, чуваки, вы не загоняетесь, вы как бы, конечно, тут типа крутые, но вы давайте, не забывайте, что это. Это как, знаешь, пришел в песочницу с ребеночком, и он у тебя такой шаловливый, как Северная Корея. А к кому он пристает? К каким-то девочкам, например, американским. Но уже взросленьким. Да, как называть... Уже взросленьким, а как называется вот это вот фастфуд в Америке, где девочка такая рыжая. Вот к некой Деннис и Уэнди. К некой Уэнди, да. Уэндис и Деннис, две сети. И такой чувак с прямым пробором, такой пацан маленький с прямым пробором, с черными волосами, пристает к Уэнди. Я понял, почему с прямым пробором. Хорошая шутка. Ну да, да, скорее всего. А у них все пацаны именно с таким прямым пробором? Нет, Деннис это просто надпись, а Уэндис это по ходу дела. Вот как раз... Ну Уэндис, Уэндис, мне кажется, да. Ну Уэндис это типа ее, наверное. Типа Уэнди ее зовут. Так и у Деннис это тоже ее. Это все притяжательное, так скажем. Я просто у Денниса не помню, чтобы там девочка была. Там нет девочки, там просто говно. А Уэндис это то, что нам нужно. Да, 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 она классная. Это практически Пеппи длинный чулок. Блин, я вообще-то там поел, просто интересно, что там вообще, не жрал там. Да там обычная хрень, просто generic food, дайнер обычный и все. Я вот сейчас... Надо Уэндис косплей смотреть, потому что там начинается уже. Ухо начинается. Короче, Северная Корея. Так вот этот чувак, Николас Боннер, он по факту там всякое уже повидал. И он написал целую книгу «Дизайн Северной Кореи», а именно «Сделано в Северной Корее». И там собрал наборы этикеток всяких, всякое вообще, что он там видел, что прикольно, по его мнению, а что уже как бы вот скатились от писка. Окей. Так, я... Ты мне показываешь косплей, я, в принципе, это... Ну, у меня встал вопрос, как говорится. С самого первого своего визита в 90-е годы он собирал билеты и брошюры. Книга вот так выглядит, короче говоря, красная на розовом, с золотыми буквами. И чтоб ты понимал, в Азии все красное с золотыми буквами. И Северная Корея нихрена не исключение. У них вот еще есть розовый. Это, видимо, японские немножечко нотки к ним пробиваются. Чтоб ты понимал, здесь колоски еще есть. Это как бы говорит нам о том, что они, в принципе, и аграрная страна тоже по Советскому Союзу. Да, у нас тоже были колоски, кстати говоря. Во-во-во. Поэтому все прям по канонам сделано. И он говорит о том, что вообще это не случайные цвета. Они очень популярны в Северной Корее. И у них почти все именно таких цветов. Что касается самого, так сказать, парадигмы дизайна, он функциональный. То есть там этикетки, они не для того, чтобы продать, а для того, чтобы рассказать, что внутри. То есть они практически, там мало очень конкуренции. То есть там даже, чтобы ты понимал, до определенного момента сигареты были только одной фирмы. Сигареты фирмы Сигареты. Сигареты фирмы Ким Чен Ын, видимо. Ну я вот тоже Кин Мальборо какие-нибудь. Кин Мальборо. Да. Ким Мюллер. Ким Меллер. Ну это раньше были в 41-м сигаретке. В общем, и поэтому у них как бы вот... На что не посмотришь, даже этикетки всяких, так сказать, печатной продукции изображены памятники, так сказать, северокорейского величия. То есть топовые библиотеки. То есть вот в данном случае разворот книжки. Приглашения на разные мероприятия. Билет на представление в дворец школьников. И билет в музей победоносной освободительной отечественной войны сверху снизу. Архитектура примерно как конструктивизм Советского Союза. И они этим очень сильно гордятся. То есть даже там, знаешь, конфеты корейские. И там все те же самые здания. И все круто у них и так далее. Консервированные яблоки сверху. Камбала и говядина. Ничего лишнего. Никаких ярких надписей. Вот этих вот бум, как в комиксах, которые в облачках таких, да? Никаких супершрифтов. Все очень сухо. И показывает нам о том, что, блин, чуваки, это Камбала консервирована. А это консервирована говядина. Блин, я немножко ворвусь, я так понимаю. У тебя там еще дальше есть рассказ. Но цвета, гамма цветов. Какая-то, блин, подобрана реально. Вот как будто, знаешь, в другом мире. То есть у нас такие цвета не подбирают. Они конкретно подбирают какие-то такие оттенки. Очень вкусные. Практически пастельные. Пастельные, пастельные. Но еще и красного. Я к тому, что, понимаешь, рекламу обычно не делают таких цветов. То есть реклама, она яркая всегда. Возьми американские цвета. Ты как бы, они могут быть не дефолтные красные, но это все равно будет какой-нибудь яркий, фиолетовый, как на Твиче, например. Вот, а тут как бы... Тут вот нету фотографий магазинных полок, но автор пишет о том, что даже на полке все лежит тупо один за одном практически по цветам радуги. И нету такого, как на Западе. Ты зашел в магазин и охренел, особенно вот в Америке. Сейл! Или опять же в Таиланде, да? Как некоторые наши подписчицы сейчас скажут, да, стопудово. Зашел, все яркое, все цветное, везде рожицы какие-то нарисованы. И ты такой, ааа, что взять? И в результате практически ни с чем ушел, потому что вот, ну реально. Выбрать лучше не выбирать вообще. Что касается вообще дизайна, все контролируется государством. Видимо, есть какой-то там, ну не госзнак, а какой-нибудь госдизайн, который все это проверяет и делает так, чтобы никаких вот ничего яркого, ничего подобного и так далее. То есть из-за этого появляется неумышленный ретро-стиль. Потому что годами ничего, ну опять же, не меняется. И как вот изначально начали делать там на туалетной бумаге условно, все цвета были приглушенные. Так сейчас уже на гениальной метелице какой-нибудь, или как там, снегурочке, или комусе, не дай бог. Я не знаю, кстати, в других городах такие же производители бумаги или нет. Или там в Уфе какой-нибудь там салават бумага, опять же. Извините. Как в Корее, нихрена у вас, кроме салавата, нету там. Простите. Упаковка пектусанской черники в желе. Слева сверху здесь. И опять же, ничего нету, нихрена. Только цвет. Черничка в этот же цвет и белая лента. Ну и розовая, опять же, что корейская. Все нахрен. Это даже круто. Здесь отдельно упаковка для сладости со старинными мотивами. Sweet Smelling Drops изображена. Она в начале 90-х была создана. И как бы практически ничего не изменилось. С тех пор вот эти птички акварелью нарисованы. Они как... Вообще, чтобы ты понимал, Drops — это леденцы. А Droppings — это испражнение. Так, продолжай. Помёт, я бы даже сказал. И здесь птицы нарисованы. И как бы вот Sweet Smelling Drops, причём ещё и по-английски. Зачем вот у них на этикетках написаны по-английски? Это, скорее всего, какой-то очень экспортный товар. Ты думаешь, да? Да, скорее всего, мне кажется. Просто вот на какой не посмотришь товар, он, похоже, весь экспортный. Или экспортный товар, или это товар для туристов конкретно. Они в ИГА, что ли, у них всё ещё британское. Непонятно. Ну, короче говоря, они ещё из-за того, что везде у них надпись корейская, и всё выглядит так золото, красиво, красное, они везде подчёркивают премиальность всего своего дерьма. Ключевое слово — это дерьмо. И даже конфеты с ликёром у них такой прям вот бутылка коньяка нарисована. И даже на ней, на бутылке Made in DPRK в Республике Кореи, да? В Северокорейской Республике сделано всё. То есть они даже тут на бокале ещё только осталось выбить, высечь. Плетьми. Знаешь, у меня есть некоторые слова по поводу вот этой всей темы. Смотри, во-первых... Давай, начинай. Если вы, допустим, девочка, нас слушаете, и вы хотите быть хипстером, но вы ещё не до конца хипстер. Во-первых, у нас с тобой была одна общая знакомая супердавно, может быть, ты уже даже не помнишь, кто это, которая, короче, увлекалась... Это не о Северной Корее, это о Южной Корее, но она увлекалась южнокорейским кинематографом. Я помню. Кстати говоря, этот кинематограф считается, кстати, нормальным. И вот если вы, допустим, девочка, которая хочет стать хипстером, просто возьмите, посмотрите южнокорейского кинематографа. Я уверен, что у них преемственность вот по цветам конкретно может сохраняться, потому что там, я уверен, это суперхипстерское тоже кино, вот в таких же пастельных тонах. Я точно не знаю, но, может быть, вы напишите в комментариях, кто хипстер уже, кто уже встал на этот путь. Это первое. Второе. Блин, ну вообще все очень круто. Вот конкретно мне каждая обложечка так вообще такие охрененные, так нравятся. Я просто не знаю. То есть, блин, ну они как-то это так делают вкусно. Может быть, он так вкусно сфоткал, он какой-нибудь хипстер. Но все такие цвета вкусные. И пацаны как бы гордятся тем, что они делают у себя в стране какие-то продукты. Да, тут не только цвета, даже и рисовка, и как-то ничего лишнего. Ты посмотри вот на этих птичек, они как-то так мягко нарисованы, просто вот с добром, с душой. Как будто пастернак от Бориса сейчас будем читать. Да, да. Слух стоя на табуреточке. Им как будто сказали, если вы нарисуете вот как не понравится кимчен ину, расстрелять будет. Вам дроппингс прям засуну в поппингс. И тут идеально все. И абсолютно, я вот не прикопаюсь. Такие мягкие, то есть такое, знаешь, можно из такого вот такого цвета можно делать пижамки, там, я не знаю, детям делать обои из такого цвета. То есть, ну, очень как-то круто, все мягко, не воинственно, вот самое главное. То есть, нет никаких намеков на то, что у них боеголовки. Да, да, они как бы об этом помнят, но не напоминают себе в каждом, так сказать, этом. Кстати, смотри, ты имеешь в виду, нет у них ракеты ядерные, Да нет, я даже... Во-первых, нет ракеты ядерные. В форме боеголовок сделанных, несущих. Возьми американский стиль. У них все с намеком на то, что они крутые, что они первая держава, везде звезды. У них все с намеком на то, что надо все продать. Оно все яркое, все бросается в голову. Если мы возьмем обычные потребительские зефирки и прочее, там нету звезд, хотя и, по-моему, и бывает тоже. Понимаешь, возьми чай, какой-нибудь сарлами, вот этот голден игл, все, ну, везде вот эта и вся символика агрессивная. Здесь абсолютно не агрессивный дизайн. Согласен с тобой. Он напоминает мне спичечные коробки советские. Да. Несмотря на то, что на спичечных коробках-то советских были корабли, вертолеты и так далее, но были и просто там лукоморья. Были. И там вот сказки Пушкина. Золотой кот. Не золотой кот, а кот ученый, который по золотой цепи ходит. Не, надо сказать, что в советских плакатах много таких агрессивных вещей было, но мы не видели плакаты корейцев. Северных корейцев. Потому что в этих-то там было прям бей, фашистскую сволочь и так далее. Но это нормально. Это во времена войны. Это мотивационно. Укрониксы рисовали, да. Сейчас-то у них не война все-таки. Хрен его знает. Как они там себя чувствуют? Вот. Мне что понравилось? Вот на зеленой вот этой большой упаковке, где Sweet Smelling Drops, я прям до сих пор на нее смотрю, там массы нет, net weight, пропуск, грамм. Корейцы заставляют каждую взвешивать и на каждой писать ручкой, сколько грамм. Как в аптеке, на каждой коробочке еще цена написана ручкой. И не дай бог неправильно напишешь. Расстрелять сразу. Расстрелять. Дроппингс и поппингс. Все по старой схеме. Дальше я вниз скроллю. Там пистолет вот этот. И там, чтобы ты понимал, это чуть ли не упаковка игрушек. Ну, то есть пистолет игрушечный. А изображение корейского салата, сражающегося с другом из США, видишь, там US. Я вижу. И корейский солдат, это почему-то ежик. Да, ежик келяет волка. И вот у них этот ежик, он везде используется, причем с двух пистолетов сразу. Может быть, это какой-то символ корейский, слушай, этот ежик. Ну, короче говоря, они специально его используют везде, чтобы, так сказать, не думал мозг. Он уже привык. А, ежик, это мы, это, блин, это классно, у нас все здорово вообще и так далее. Например, пишут, что сталелитейный завод провинции Киссон очень часто изображают, опять же, там где-нибудь на спичках или конфетах, и он символизирует индустриальную мощь страны. Там написано, что еж – это популярный персонаж мультфильмов. Он представляет корейского героя, сражающегося с армией США. Даже такие бытовые предметы часто нагружены политическим контентом, начиная от туристических справочников до упаковки вроде этой. По тебе нет воинственности, ну вот бывает. Бля, походу, есть. Ну, слушай, ну, тут я уже тогда, ну, хорошо, я на это смотрю, но оно выглядит, как будто я смотрю какие-то, знаешь. Как будто мы на Погодистово смотрим. Да, или полякские какие-нибудь фильмы, опять же, на КамАЗ. Лёлик и Болик. Да, то есть тут вообще, ну, не знаю, цвета такие какие-то. Хорошо, давай, вот, кстати, здесь даже этот по комиксам Бэнг есть. Есть, есть, только у них там на своем. Ну, это игрушка, это игрушка пистолета, там должно так нахрен быть, это воинственная игрушка пистолета. Ну, подожди, ну, никто US не убивает, но это досвидос. Это пока. Вот смотри, ты мне другое скажи, логотип, видимо, завода выпускателя, курочка в правом верхнем углу. Это мимимишно. Нахрена, что за курочка? Или это... Да все знают, наверняка, у них курочка. Финьянский завод игрушек. Это все, мам, купи мне от курочки. Блин, пистолет купи куриный мне. Да. Это как куриный или говяжий, как бичигана. Да, да, да. Купи мне. Вот бичигана купи говяжью, а пистолет с курочкой. Дальше автор пишет, что начиная с 2000-х все стало не очень хорошо, потому что много туристов появилось. И упаковки стали более европейского типа. То есть, как бы внешнее влияние все-таки оно есть. Но вот я смотрю, опять же, тут сигареты. И они все такие же красно-золотые и ничего... Ну, написано, что да, все равно. Теперь завезли всякие тетропаки и прочие проктор энд гэмблы. И поэтому нужно более или менее соответствовать им. И уже начали делать безлико говно тоже. Ну, безлико в плане... Там-то реально произведение искусства Шишкин каждую рисовал. Ну, да. А тут-то как бы уже так себе. Вот такую историю нам поведал автор. Ну, нормальная тема. Виси.ру Следующее тоже про дизайн, кстати говоря. Ну, потому что это, собственно, блок дизайна. Neuron & Somnus продолжает предлагать гениальные темы. И тема про то, а не слишком вы поторопились ли изгнать гамбургер из своего приложения, например. Если вы вдруг поддались вот этой вот ВК влиянию, в своем приложении убрали гамбургер... Да, хочется фактуру немножечко освежить, фактуркой пошуршать, открыжить ее. ВК на той неделе обновила свое приложение, и у многих подгорело. Да. У меня, сразу скажу, не очень, я потому что им не пользуюсь. А вот кто пользуется, по слухам, им прям не очень. Ну, то есть как бы вот я пользуюсь, я пользуюсь. У меня подгорело в первую секунду, а во вторую секунду я просто подстроился. То есть, грубо говоря, ты можешь... Ну, как бы, ты знаешь, что значит подгорело? Это из разряда людей, которые писали дуров верни стену. Да насрать, ну сделал так. Я ничего уже не сделаю. Уже все, я здесь никакого влияния не имею. Я не пойду никуда писать, там, знаешь, там, у них в саппорт. Вот. Как бы, то есть, в принципе, да. Просто понимаешь, в чем дело? Дело в том, что... Я забыл, что я хотел сказать аж. Я тоже. Да все, я хотел вспомнить, что если жизнь повернулась к тебе не лицом, а жопой, не расстраивайся, а подстраивайся. Вот, и тут тоже я, в принципе, подстроился под вот эту тему. Короче, они убрали гамбургер-меню. Сделали, как бы, как убрали. То есть, по сути, они, в принципе, сделали нижний вот этот табар. Да, ну как в Фейсбуке, в Фейсбуке, да. Да, по-моему, табар. Короче, они сделали как в Фейсбуке, но оставили все равно гамбургерную кнопку. Ты на нее нажимаешь, открывается меню. Угу. Здесь, в этой статье, чувак, он немножко с пригоревшим, пока он это писал, с большими эмоциями. Поэтому у него есть несколько вещей, с которыми и я не согласен, в том числе люди в комментариях на хабре. Угу. И я думаю, ты так же, в принципе, ну, скорее всего, не согласишься, сейчас посмотрим. Ну-ка. Короче, у него есть диалог, что ему какая-то там девушка, он разговаривал с подругой, она сказала, что, типа, ты видел, что превратился в ВКонтакте, типа, они все убрали, сделали этот табар беспонтовый, все там, говно. Я не буду обновлять, значит, приложение, все. Ой, классика, вот этих мамкиных не обновлять. Классика людей, которые ничего не обновляют, да. Ну, он, типа, ее поддержал сначала, потом начал, типа, думать. Слушай, а почему так? Вот, типа, а вот когда у чуваков, которые убрали пуск в Винде, дизайнеры тоже, много людей, которые воняли нам. Не, ну, слушай, там-то их воняние, они, так скажем... Ну, оправданно, и базара нет. Не, не то, что оправданно, они возымели эффект. И возымели эффект, потому что вернули пуск, да, конечно, вернули. Да, на самом деле здесь это очень глупая ошибка, убрать, как бы, символ операционной системы. Ну, да, да, да. Вот. Это, понимаешь, раньше же всегда было начините работу с клавишей пуск. Да, 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 это чуть ли не на майкрософтовских клавиатурах было написано. Конечно, то есть, ну, это, вот это странная вещь, но это окей. Ну, потому что чакра у нас теперь в Эйджи. Чакра, чакра, да. И конкретно вот о редизайне навигации. Он здесь показывает скрин, как вообще менялось все. И ты посмотри, как старая ВК выглядела. Оно было стоп-баром. Ой, да, блин, вот старая ВК, я когда смотрю, вот это вот до седьмой оси, это, блин, это гениально. У меня сразу перед глазами образы чувствуются. Ну, тогда сам Дуров участвовал, видимо, в этом. Конечно, тогда еще просто Скотт Форстал участвовал. Да, да, и здесь было, на самом деле, достаточно скивоморфно сделано. Ну, все такое облегаемое, хочется лизнуть каждую кнопку. Вот, дальше пошла вот именно вот эта гамбургер-менюшная тема, что выезжает панелька слева с менюшкой, и ты нажимаешь. А сейчас сделали снова, вернули опять старый олдскульный тап-бар. Ну, мне кажется, они просто тупо Фейсбук копируют. Конечно, они вряд ли копируют себя старого. Скорее, кого-то другого крутого. Там уже никто не работает из той команды, которая себя старого-то делала. Да, чувак говорит минусы такие, как типа, а зачем вот, типа, мы... Они сделали тап-бар, да, в котором есть такие вещи, как диалог, например, диалоги о рыбалке, сообщения, точнее. Но, типа, у меня в выезжающем гамбургер-меню этом тоже есть диалоги. Типа, зачем дублирующая инфа? Типа вот, ну, такие претензии достаточно глупые. Ну, блин, вот мы с тобой знаем, опять же, не к лендингам будет сказано, что дублировать инфу иногда полезно. Так в том-то и дело. Один дурак там нажмет, другой в другом месте, ну и хрен бы с ним. Вот именно что. И я абсолютно так же думаю, что вот то, что они сделали просто удобный тап-бар для... Они, ну, естественно, наверное, было какое-то исследование, хотя хрен его знает. Я слушаю, да, я поверю, что у нас и без исследований делают дерьмо, потому что Кусманов захотел. Они сделали кнопки, конкретно... Извините, Алишер. Конкретно? Вырвалось. Он, представляешь, он тебя запишет. Конечно. Видео про тебя. Короче говоря, кнопки такие, как сообщения, диалоги, конечно, это та вещь, которым пользуются в основном ВК. Вот. Но, например, такие вещи, как поиск, это скорее больше вот прихоть ВК, я уверен. Я уверен, что это прихоть ВК и прихоть того, чтобы люди больше сидели, скажем так, ВК, повышался ретеншн, хрененшн, удержание и все прочее. Вот. Потому что, ну, собственно, ты заходишь в поиск и начинаешь искать там что-нибудь. А тебе сразу показывают релевантное говнище всякое. Да-да, все алгоритмы прям работают. Друзей, друзья-друзей и так далее. Вот. То есть с табаром, с конкретно кнопками на табаре можно поспорить. Но то, что это вещь, которая тебя быстро отсылает к какой-то функции, это прикольно. Он там в статье тоже говорит, что можно было бы поменять, например, сделать музыку, вынести в табар. Но музыка это сейчас троллинг еще отдельно по поводу музыки и ВК. Кстати говоря, они могли бы. То есть это можно было бы на этом и деньги зарабатывать заодно. То есть, ну, час послушал, а дальше плати. Это, в принципе, было бы прикольно. Но, понимаешь, они, видимо, не хотят форсить то, что у них так много музыки бесплатной лежит. Не знаю. В общем, я не знаю их идеи. Музыка, видимо, для них не приоритетна. Хотя я знаю очень много людей, которые слушают именно через ВК музыку. Да, к сожалению, да. Я тоже таких знаю. Так что вот такая история. Люди в комментариях тоже говорят. Ну, чувак, типа, табар это нормально. И вообще, в принципе, то, что он есть, это нормально. И то, что его вводят сейчас, это не говно. И то, что тебе приходится пару дней отвыкнуть от вот этого гамбургер-меню, это, в принципе, нормально. Другой вопрос, стрёмно ли закашивать под Фейсбук, это уже о другом. Это уже о другом. Но, в принципе, то есть, вот как функционал, это нормальная тема. Знаешь, я вот сейчас хотел посмотреть, а в Фейсбуке так ли? И у меня есть на моём рабочем столе просто, ну, Фейсбук. Я такой жму, оп, а это я в браузере себе m.facebook.com запинил на домой. Потому что приложение Фейсбук, в нём нельзя кэш почистить. Оно засирает досвидос телефон, и как бы я принял волевое решение пользоваться Фейсбуком мобильной версией на сайте, вместо того, чтобы ставить апп. Я сейчас жёстко давно не заходил, и сейчас захожу, грузится досвидос. Загрузилось, есть табар, есть вот эта гамбургер-кнопка в табаре. Ну, я помню, что было, да. Есть уведомления, есть друзья, типа добавление, абсолютно ненужные кнопки в табаре. Мне вообще никогда не нужно заходить в друзья. У меня чё, каждый день пати, заходят друзья, новые добавляются. Ну, слушай, если ты тёлка, да, у тебя там заявки висят. Ну, блин, ну, сделайте тогда выборку по полу, не показывайте мне эту кнопку, как мужчине. Ну, короче, у меня действительно тут, понимаешь, они делают всё для себя, чтобы ты добавлял всё новых и новых друзей, а не мне реально. Вы можете их знать. Ну, как водится. Я действительно знаю этих людей, но не хочу добавлять, как бы. Да, да, причём алгоритмы реально работают. Я действительно могу их знать, но я их умышленно не добавиваю. Это не моя ошибка случайно. Да, да. Короче говоря, есть некое слизывание, скажем так, или преемственность, я не знаю, как это назвать. В общем, пацаны двигаются по такому пути, ну, как бы, почему нет. Последняя тема из дизайна. Ага. Это, кстати, твоя тема, она с дизайн-шека, между прочим. Слушай, так хочется прямо вот сделать перерыв перед ней, но она небольшая, поэтому... Давай её с казанём и перерыв. Давай-давай, с казанём, как казантип. Давай. Керри Казинс по привычке нам пишет на дизайн-шек. Давно мы не рассматривали её темы. Почему? Потому что я до Фидли давно не добирался, а сегодня я разобрал. Выдалось свободные 30 часов на то, чтобы мне занырнуть в это всё дерьмо, которое там накопилось. Но, к счастью, Фидли дропает то, что старше 30 дней, поэтому больше, чем 480 статей у меня там всё равно не копится. Ну да. Короче говоря, мёртв ли статический логотип? Вот такая тема. Звучит коряво, но суть в чём? Суть в том, что нельзя теперь, когда занимаешься брендингом, сделать один логотип, и всё, ты такой прикольный сделал логотип. Теперь нет. Настолько многогранное теперь цифровое пространство, и не только цифровое, бумажное в том числе. У тебя там многогранное бумажное пространство? У меня цифровое. Во-первых, слойное. Так вот, поэтому, говорит, теперь если ты делаешь какой-то логотип, надо учитывать множество факторов. Но, говорит, если начинать, то всё равно мы делаем традиционный векторный логотип, который везде выглядит, там, на белом, на тёмном и так далее. Просто, там, цветной и так далее. Full color полный. Или single color. Это как бы уже как повезёт. А потом дальше начинаешь уже думать, куда ты двигаешься. Во-первых, multiple sizes. То есть, для разных девайсов разный логотип. Ну, и не только девайсов. Вот есть у тебя условная марка Guinness. И ты хочешь зарабатывать вообще на всём. Как, собственно, наверняка хозяева марки Guinness. И ты такой думаешь, блин, а вот я брелок хочу сделать на ключе. K-Ring. Так. И не буду же я всю вот эту надпись Guinness Draught. Вместе с тем, что она в 1759 образовалась. Нет, я возьму только арфу, её в круг закатаю. И всё. И все уже и так будут по арфе понимать. То есть, нам нужен тот логотип, в котором только иконка, так скажем. Слушай, мы с тобой, мне кажется, рассматривали эту дерьмо. Не-не-не-не. Я упущу. Мы рассматривали подобное дерьмо. Но тут больше. Мы рассматривали сайт responsivelogos.co.uk. Ну, как больше? Ну, я вижу, сколько тут. Ну, не очень больше, но да. Ну, короче. Окей, да, я тебя понял. Это другое, да. Но оно основано на том, что именно эти примеры мы с тобой рассматривали. Согласен с тобой. Я просто сейчас пытаюсь тебе сказать, что они для разных случаев. Это не то, чтобы разные. Вот, допустим, я сделал приложение Guinness, которое мне реально показывает ближайшие ко мне пабы, в которых официальные ритейлеры Guinness. Я не буду в приложении делать надпись Guinness. Она будет слишком мелкая. Вот на этом app icon, который у меня здесь есть на мой home screen. Я сделаю одну арфу. И все уже сразу понимают, арфа – это Guinness, это лепреконы. И поэтому то же самое там с кодеком, с Apple, я не знаю, с uwebdesign даже. Так. Нету надписи в дизайне на наших стикерах. Есть только наша планетка гениальная с ракетой. Нету. Нету. И поэтому нужно учитывать, в первую очередь, разнообразные мидии, в которых ты размещаешься и в которых будет твой логотип мелькать. Кроме этого, сейчас новый тренд – это анимированные версии логотипов. Вот этого не было. И на самом деле, ну, сразу вспоминается CSS Tricks, да, в котором ты… Ой, извините. Я пнул Никиту под столом. Он думает, что я так не хотел, а… А так и должно было. Да, так вот, и там у него, у Криса Койра на сайте, можно было нажать дерьмо, и там CSS Tricks перемещалось, переменялось в CSS Tricks. Ну, типа такое. Ну, помню я, да, такое. Мини-прикольчик, да. Но вот здесь конкретно разные анимации прям прикольные. Именно трендовые. То есть, в юбиз, и хоп, и буква Z в валле превратилась вот в этого робота. Он там, хоп, букву I понабивал, как мячик. Ну, короче, красиво сделано, здорово. Но ещё одним примером, вот, например, у Серёжи и микрофона, у него в заставке есть вот этот логотип, где Серёжа и микрофон. И там, когда это всё происходит, так сказать, движение, моушн, когда происходит, у него микрофончик подпрыгивает чуть-чуть, там у него причесочка и чёлка чуть-чуть подпрыгивает. Есть некий, опять же, вот, ну, опять хочется сказать, моушн. И оно интересно. Оно вот как раз для видео вступлений. Допустим, есть у тебя Coca-Cola, да, у неё вот эта волна. А в анимированной версии по ней пузырьки чуть-чуть стекают, а потом, хоп, она такая в статическую превращается, в рекламных роликах, опять же. То есть это тоже уже ещё одна версия логотипа, которая, если вы используете видео, какой-то контент или просто гифку или что-то ещё, то должна быть и анимированная версия. Должна она не обязана, что называется. Да. Но вот как бы это тоже то, куда мы движемся. Особенно теперь, когда все SVG-анимации возможны, и можно это всё прям запрограммировать, чтобы было плавненько, здорово и на любых девайсах. Я считаю, это прям идёт дальше. Ну а на самом деле вообще нужно прям целый лого-бук делать, как бренд-бук, только про логотип. И в нём, как я люблю, цветное, нецветное, на тёмном, на светлом фоне, чтобы всё было максимально контрастно, и чтобы логотип был прям универсальный, как солдат. Чтобы вот везде, всё, всюду, только иконка, только надпись, чтобы любая хрень узнавалась так, что ты прям шёл боковым зрением и увидел решёточку, а, это же слаг. Вот такая хрень. Поэтому Керри Казинс делает вывод, что да, статический логотип мёртв. Уже давно нужно учитывать слишком обширный, большой такое маркетологическое поле, в котором нужно продвигать тот или иной бренд, и как бы под это дело подстраиваться и проектировать много разных логотипов и вариантов их использования. А вдруг, ну вот мне очень нравится, что есть полноцветная версия, а есть именно вот такая монохромная версия, практически, которая у тебя на Киндле будет показываться, и ты всё равно будешь узнавать, что это слаг. На Киндле чёрно-белом. Ну я понимаю, я понимаю, да. Вот так вот. Именно на читалке. Именно на читалке, да. Слушай, ну вот самое главное, что мне кажется, если сделать очень узнаваемый анимированный логотип на сайте, то, возможно, даже тебя, в принципе, будут узнавать и по нему, не обязательно в видеороликах. То есть если у тебя реально будет коротиться постоянно какая-нибудь анимация, прикольная, очень узнаваемая. Главное, чтобы не сильно навязчивая, потому что иначе у тебя линкарс сразу получится. Конечно, не блевотная, не надо, да. То есть чуть-чуть подрагивалась, тогда, возможно, это прикольно будет. Окей, чё, отдыхаем? Надо отдохнуть, да, чуть-чуть промочить горло, так скажем. Да, там, кстати говоря, осталось светские новости. Научпоп. Они достаточно быстро залетят. Они все на мне, это просто конец скоро уже. Ну, тем не менее, перерывчик всё равно нужен. Как минимум для нас. Увидимся после паузы. Светские новости, друзья мои. Некоторым людям почему-то не нравится, что мы их называем господами. И знаешь, такое чувство, что у нас здесь какие-то некие швондеры завелись. Не знаю такого слова. Ну, ладно, тогда мы пропустим это. Ну, не знаешь, как бы... Пидорасы, можно сказать. Ну, не знаешь, Булгакова, и ладно. Извините, я не уч... Ты говорил из интеллигентной семьи. Я из интеллигентной семьи. Из семьи интеллектуалов во вспомнил. Да, да, да. Первая тема, короче, у нас знаешь про чё? Про Гугл. Про Гугл. У них есть, оказывается, такая штука. Гугл Глобал Кэш. Вот есть такая технология. И тут вот на Медне, на Медне, точнее, это серваки такие, они Гугл Глобал Кэш. Такие серваки, которые... Как вот тебе сказать? Очень легко объясняется, на самом деле. Вот у нас, допустим, есть Ютьюб один большой. На нём есть видосы. Они все хранятся на больших серваках где-нибудь в Америке. На больших компьютерах. На больших компьютерах. На больших серваках. Но многие видосы, которые дёргаются Россией, они одни и те же, условно. В плане того, что русская аудитория смотрит... Он вам не Димон, ты имеешь в виду? Да, например. Так. Например, какие-нибудь Moron Days, блядь. Какие-нибудь Plus 100 500. Так. Какие-нибудь дудь. Во. Во. Вот это уже современное. Да, молодёжно. И понимаешь, в чём суть? Так. В чём суть? В том, что надо это поближе как-нибудь к России поместить. Правильно? И вот у них есть специальные серваки у каждой страны. В представительстве как бы вот этого гугловском. Есть специальный Google Global Cash. То есть закешированная такая охреновина серваки, которые держат закешированные видосы. Разочек подтянули из России. Пару разочков подтянули. Они собрали статистику. Хоп. Подтянули. Взяли. На самом деле я хочу сразу сказать, что это же не то, что на нас заботятся. Это заботятся о своих серваках, чтобы на них нагрузки не было. Чтобы на них нагрузки не было. Чтобы на американские серваки, конечно. Потому что если мы будем долго тянуть из Америки, это будет плохо. Вот. Но здесь как бы никто ни о ком не заботится. Они просто деньги зарабатывают. Да. Вот. И тут Роскомнадзор, который, видимо, тоже деньги зарабатывает, разослал провайдерам письма в сентябре. И в них было сказано, что серверы Google Global Cash, увеличивающие скорость доступа к ресурсам Google, не сертифицированы. Опа. Опа. Регулятор отметил, что наличие этого оборудования в сети провайдера, не дай бог, повлечет наложение штрафа до 300 тысяч рублей. Много это, мало это. Google, может быть, больше платит. Тут вопрос. И, значит, здесь во всей статье, собственно, и описывается, что такое Google Global Cash. Что там конкретно он делает? Я даже не буду особо вдаваться в подробности, если хотите почитать, если вам действительно интересны вот эти серваки, которые кэширующие у Google. Вот. Но, тем не менее, сам факт того, что Роскомнадзор объявляет их, как бы, видимо, Google не подсует... Я не понимаю, почему они не подсуетились. Надо было. Это перво-наперво. Если ты находишься в какой-то стране, условно, у тебя есть там... Давайте как-то это. Но, видимо, ребята не посчитали нужным, не прореагировали вовремя. И вот теперь вот такая оказия коллизия 300 тысяч рублей штраф. Причем с провайдера. Самое. За то, что вы, типа, доступаетесь. Ну, тут написано даже, что на самом деле у многих провайдеров YouTube трафик считается локальным. Потому что один из глобал кэш-серверов прям тупо у этого провайдера стоит. И как бы, да, сразу вспоминается, как у нас, когда, так скажем, в расцвете интерсвязь была, хотя как бы она и сейчас нормально. Да, это наша связь, это Челябинск. Наш суперпровайдер, номер один в Челябинске. Так вот, они сделали, что трафик на рутрекер, он локальный. Потому что у них есть ретрекер, так скажем, на котором они тоже кэшируют все дерьмо. Ну, как бы, теперь это, конечно, уже все в прошлом совсем. Ни хрена. Кроме шуток, ретрекер, локал у меня в списке трекеров всегда есть. Нет, я понимаю, но я имею в виду, ты же говоришь рутрекер. Да, но у них он называется ретрекер. Типа он ретрансля... Нет, просто сейчас на рутрекер даже с VPN-кой ты зайдешь еле-еле медленно. Ну, вот кроме шуток, а сам этот есть. Их там еще не... Так ты думаешь, Роскомнадзор знает, что такое ретрекеры? Я сейчас позвоню, я сейчас позвоню, куда следует. Ладно, окей, это есть тема. Давай, пойдем дальше. У тебя там две большие темы, поэтому давай выживать. Давай выживай. Следующая тема про блокчейн, пожалуйста. У меня одна. Нет, там просто есть одна тема. Про Дэнди. Ну, что ты сразу спойлеришь? Сейчас все люди перемотают. А я хотел, чтобы они послушали, что такое блокчейн изнутри. Да это они первым делом послушают, понимаешь? И о том, как устроен биткоин. У нас уже была эта же практически статья. Помнишь про Олега и Ивана, которые друг у друга денег занимали? Это звучит как басня. Крылова, да. Басня Гончарова. Только тут не Гончаров, а кто тут ее нам написал? Ну-ка. Вастрик какой-то. Не звучит абсолютно. Абсолютно не звучит, но давай послушаем, пожалуйста. Так вот, он написал нам... На самом деле, он два года назад еще написал пост, называется «Дивный децентрализованный мир». Там он рассказывал о децентрализованных сетях, в которых была краткая история Фидонета, Непстера, Гнютеллы, Тора, Битторента с его расширением в виде DHT. А про блокчейн было лишь вскользь. Ну и правда, два года назад про блокчейн как бы только в узких кругах говорили. И да. А сегодня половина моих друзей играет на криптобиржах, а вторая готовится к ICO, то есть к выпуску, так сказать, собственных монет. Даже среди них лишь единицы понимают, как все устроено изнутри. Пост должен все исправить. Пост от 17 сентября 2017 года довольно-таки актуальный. То есть полтора месяца, получается, прошло. Да, полтора. Вот это все, что было про Олега, мы уже на самом деле где-то слышали. То ли какой-то из этого поста нам попури сделали, то ли что-то еще. Ну, в общем, он на примере определенного чувака нам рассказывает, что такое блокчейн. И мы в очередной раз поддаемся. А предложил нам в этот раз тему Блэр. Она, на самом деле, это тема слушателей. И вот одному из наших подписчиков, Ред Лекс, которого мы прям будем упоминать каждый раз. Почему? Потому что он нам на Патреоне денег дал. А таких людей мы должны упоминать в каждом выпуске. Несмотря на то, что мы ему это еще не обещали. Несмотря на то, что мы вообще не пиарим свой Патреон. Это, знаешь, закрытая секта какая-то пока. Пока, да, он ее сам закрыл, эту секту. И вот. Короче говоря, на примере Олега нам все объясняется. Олег был такой чувак, который решил дать денег в долг. Ну, опять же, здесь супер история о том, что был Сатоши Накамото. Вот такой чувак, видимо, японец. Это какой-то байк какой-то спортивный? Сатоши Накамото, 350 лошадей, 2,5 объема. Ни бита, ни крашена, гонял на нем по проспекту Ленина. Биткоин, peer-to-peer electronic cash system. Была у него такая статья. Причем не статья на сайте, а научная статья. Он, видимо, в Ваковском сборнике ее где-то опубликовал. То есть вот такого плана статья. Статья, статья. Вот он там написал вообще про биткоин, про блокчейн и так далее. И на самом деле это просто распределенный реестр, децентрализованный, который уже никак нельзя изменить. Если вы все еще не поняли, тогда мы идем к вам. В общем, Олег занимает денег всем, пишет список. А есть некий Иван, который ушлый. И он ночью прокрался, список изменил. И Олегу он больше денег не должен. Олег такой подумал, надо как-то это дело захэшировать, например. И хранить не просто строку, Олег, Ваня мне должен 20 рублей. А хранить хэш этой строки. Потому что если мы всего лишь одну точечку изменим, хэш изменится прямо полностью. Но понятное дело, что если Ваня, опять же тот, который должен денег, знает, что такое хэширование, по алгоритму с H256, например, если говорить про биткоин. То он возьмет, прокрадется и перехэширует. Новое, что он ни хрена не должен. Слишком ушлый Ваня. У Вани они все такие стопудово. Особенно по отношению к Олегам. Так вот, с H256 это немножечко не то. Поэтому, говорит, Олег начал не просто каждую строчку кодировать отдельно, а суммировать хэш предыдущий и следующий, и хранить уже, так сказать, и суммированные хэши в том числе. Какой-то слишком умный Олег. Но Олег, он настолько хочет сохранить свои бабки, настолько он много их занимает всем людям, что как бы пришлось задуматься о подобной защите своего реестра. Ну, короче говоря, начал он придумывать, что не просто захэшировать, а надо вот, чтобы был найден хэш, который начинается, например, с двух нулей. В случае с биткоинами, сбегая вперед, с десяти нулей должно все начинаться. Жестко. И это прям вот обсчитывается, обсчитывается и обсчитывается. И как бы вот я здесь, например, здесь есть некая интерактивность. Вот эта статья, она выгодно отличается от того, что мы до этого рассматривали, своей интерактивности. Здесь есть строка. Я буду писать миллион тысяч попыток, ну, миллион тысяч символов. На данный момент уже 200 с лишним. В прошлый раз у меня 69 попыток хватило, а сейчас уже 300 с лишним, и никак не получается. В которой, о, 392 попытки, найден был хэш, который начинается с двух нулей. И это как бы вот у меня браузер сейчас припотел, скорее всего, ноутбук сейчас обуглится, и стол пробьет вниз, как плутоний. Так-то это сервак считают, да? Так-то это все, ну, как тебе сказать, сервак. А вычислительные мощности это считают. Написать биткоин-кошелек у меня уже сработала напоминалка, но, походу, напомнить через 5 минут, я сейчас буду жать каждые 5 минут. Так вот, мой блокчейн собирает Олег, который это все написал, и вот он заставил теперь Ивана каждый раз не просто хэш высчитать, а каждый раз делать 392 попытки, чтобы высчитать хэш, который с двумя нулями, и только потом его уже суммировать и так далее. Это первая, так сказать, мера предосторожности, такая кардинальная, которую Ивана отвадило заниматься уже всяким говном. Ну, кроме этого, решили, что надо децентрализировать дерьмо. То есть Олег начал всем уже, кому попало, давать этот блокчейн, чтобы все записывали, кто кому дал деньги. Но теперь непонятно, а как же сделать так, чтобы он не у кого-то одного хранился, а у всех сразу. Ну, транзакции есть, которые, когда мы говорим, что переведи столько-то там биткоинов от одного человека к другому, нужно, чтобы это могли прочитать только адресаты. Для этого система публичного и приватного ключа. Ну, все как в шифровании даже там на том же, я не помню, да, в Wi-Fi это уже AES шифрование, там тоже на двух ключах это все сделано. Вот приватный ключ он у тебя хранится, никому его нельзя давать, если ты его просрал, значит, ты все свои бабки просрал. Публичный – это номер кошелька. Ты его даешь, а твой приватный ключ, когда ты делаешь транзакцию, он передает с твоего на другой, грубо говоря, и тот человек своим приватным ключом может это получить, если ему на публичный что-то отправили. Вот такая система. Это сделано для того, чтобы пока ты перехватываешь какие-то транзакции, никто их не мог посмотреть. Условно, вот Олег вот этому Вастрику, Вастрик – это автор сайта, кидает бабки, но он не хочет, чтобы Иван прочитал, сколько он ему денег кинул. Поэтому вся транзакция зашифрована как раз этой парой ключей. Что касается вообще того, как это хранить, вот помнишь, недавно была новость, что был какой-то чувак, который там намайнил еще 10 лет назад 5 биткоинов, и как бы он такой, ну и хрень какая-то. А сейчас-то они много же стоят. 5 биткоинов – это сейчас 30 тысяч долларов, хотел сказать, рублей. 30 тысяч долларов примерно по нынешнему курсу, да? И он такой, блин, блин, надо достать. И он выкинул жесткий диск, на котором у него кошелек лежал. И то есть сам кошелек – это как раз вот этот приватный ключ у него там лежал, и теперь это затерялось где-то. То есть эти блокчейны вообще выведены из оборота. Здесь нет какой-то техподдержки типа банка и так далее, куда можно посмотреть и сказать, блин, я просрал свой приватный ключ, переведите мне 10 биткоинов. Не получится, потому что здесь нет эмиссии. Никто не может напечатать еще 10 биткоинов, чтобы они, так сказать, это… Они могут только намайниться, ну, промайнить чуть позже. А если их не ты намайнил, то с хренов тебе их кто-то будет перечислять. Поэтому вот да, с ключами лучше не шутить и не терять. Очень много кто на онлайн кошельковых всяких сайтах создают кошельки. Там приватный ключ хранится не у вас, а там, вот как раз на этой бирже или там на этом сервисе. И обычно, когда ты принимаешь решение, что надо бы это дело все завязывать, иногда можно скачать приватный ключ свой и у себя развернуть копию кошелька, а там удалить. А иногда ты можешь создать просто новый, уже локальный, себе все перечислить, все свои накопления, и уже вот этот ноутбук, на котором у тебя приватный ключ, его уже зарыть куда-нибудь, чтобы только ты мог оттуда что-нибудь выводить и так далее. Поэтому вот да. Что касается вообще баланса, нет понятия баланс. У каждого кошелька есть только история всех транзакций. И на самом деле это забавно. То есть, грубо говоря, чем больше ты туда-сюда денег гоняешь, тем больше у тебя кошелек места занимает на компьютере, получается. Потому что все хранится. Изначально тебе там прилетело 100 рублей оттуда-то, ты их кому-то давал, потом ты-ты-ты-ты-ты-ты, и вся вот эта хреновина, она хранится. Но это сделано, опять же, и для защиты в том числе, чтобы можно было всегда отследить вся хрень, откуда пришло и откуда ушло. Так называемые инпуты и аутпуты. Фух, аж запыхался. Но есть проблема двойной траты, возникла. Ты послал две транзакции, и ты, грубо говоря, одни и те же бабки двум людям прислал. Кому они первому пришло, тому придут, другому не придут. Как сделать так, чтобы не было вот этих вот проблем? Все в блоке определили. То есть, все транзакции в блоке объединялись, и говорит, система сейчас обсчитывает блок номер там 12. Четыре транзакции, которые были в блоке номер 12, обсчитываются, потом прилетают на кошельки. Но повторно их использовать, кстати, забегая вперед, можно только после обсчитывания еще пяти блоков. Нельзя сразу, получив бабки, их кому-то отправить. Нужно ждать. Один блок примерно 10 минут сейчас считается. Поэтому, соответственно, час тебе примерно надо ждать, чтобы эти бабки потом куда-то еще перечислить. Ну, это так. Это, опять же, детали для того, чтобы никто не мошенничал. Но хотя сейчас с такими мощностями, которые в этом всем участвуют, очень сложно, ну, здесь будет об этом сказано, условно выкупить какие-то 100 дата-центров, которые успеют промайнить и подтвердить все транзакции быстрее, чем все остальные чуваки. То есть, условно говоря, нужно убедить больше 50% майнеров вступить с тобой в сговор и подменить весь блокчейн на этапе обсчитывания очередного блока. И тогда у тебя, может быть, что-то получится. Но здесь аналогия какая-то приведена, что это все равно, что выйти сейчас на улицу, начать кричать, что доллар на самом деле стоит 1 рубль и успеть убедить всех, пока тебя СМИ не разоблачили. Гениально. Не бывает такого. Это как в голосовании выиграть 50%. То есть, ну, реально надо победить. Вот да, да. При этом каждый блок хранит ссылку на предыдущий блок, понятное дело. И поэтому весь блокчейн, на самом деле, уже на много гигов распух. Но, опять же, сейчас никто не майнит в одиночку, сейчас все майнят в пулах. Поэтому тебе не надо на своем компьютере хранить весь блокчейн и после каждого обсчитывания блока подкачивать новую информацию. Это за тебя делают держатели пулов, а пулы сами они платят либо по вычислительным мощностям, либо по времени тупо, либо по тому вычислении, каких блоков ты поучаствовал и каково было твое участие. То есть, там у них много, на самом деле, разных схем, и все они по-разному зарабатывают. То есть, это же люди, которые держат пулы, они на всех этих комиссиях тоже зарабатывают достаточно много денег. Я даже не знаю. Я, на самом деле, уже от себя пошел. Ну, в смысле, я-то эту статью читал, и, как бы, в принципе, немножечко понимаю. Ты, Миша, ну, ты-то, в принципе, у тебя друг в курсе. У меня друг в курсе чуть-чуть, да. Поэтому я скроллю одно, а уже сказал все в сто раз вперед. Нормальная тема. Тут еще для того, чтобы, так скажем, немножечко сбить с толку, нарисовано схематичное 1080Ti, и написано про биткоины. Хотя и школьник знает уже, что видеокартами биткоины майнить, это настолько непродуктивно. А пусть нам какие-то суперотважные пацаны в комментариях, которые считают, что нет-нет-нет, на видях их надо майнить, пусть они нам напишут. И что мы с ними сделаем? Не, посмотрим, просто повоюем, поборемся с ними. Как ты считаешь? Или таких уже пацанов не переубедить, они как бараны? Ну, смотри, чем они майнят на видеокартах. Клеймор майнерам, найс хэшем или чем? А вот мы посмотрим, насколько они подкованы. Ну, давай, как блоху их подкуем тогда. Если пусть они пишут даже, что это друг у них. Пусть. Ладно. Кстати, за обсчитывание одного блока дают стабильно 12,5 биткоинов. И сейчас это маленькое состояние, на самом деле, 12,5. Но обычно это получает пул и распределяет это на всех по 0,0 до хрена. Ну, в зависимости от того, сколько там кто участвовал. Это все называется концепция proof of work. Майнинг. То есть биткоины можно майнить, эфир пока можно майнить. И, грубо говоря, что делается? Все транзакции подтверждаются майнерами. То есть пока не обсчитала до хрена человек этот блок, транзакции не случаются. Новая концепция, которую сейчас разработали, proof of stake. На нее эфир собирается перейти то ли в конце этого года, то ли хрен когда. Для чего начинает их переходить? Многие говорят, боятся за природу. Слишком много мы электроэнергии сжигаем, вот это все. Нельзя так делать. Proof of stake. А proof of stake работает чуть по-другому. Там как бы практически тоже майнинг. Но там, чем больше у тебя бабла, тем больше вероятность, что ты подтвердишь эту транзакцию и блокчейн в свой блок вставишь и все. Поэтому я правда не очень понимаю, как это будет работать. Но условно говоря, там будет какой-то элитный круг майнеров. Ну и там опять же будут минимальные комиссии. То есть это даже и выгодно особо не будет. Ну, вообще, вот тот чудовище, в которое сейчас превратился майнинг, по сравнению с изначально благородными побуждениями блокчейна и вообще всей вот этой концепции, она, конечно, ужасна. Ну, слушай, это ты сейчас говоришь. Представляешь, люди, которые водородную бомбу сделали? Которые сначала просто водородик расщепляли, а потом они поняли, что это же ужас, в что превратилось это. Ну да, я согласен, что чуваки, которые манхэттенский проект сделали, они потом прикурили прям. Вообще, я думаю, что вообще спокойно не жилось никогда. Окей, про блокчейн послушали, да, все? Ну, тут много еще всякого. Я сейчас даже попытаюсь... В конце что-то еще интересное было. А, ну, о том, что это не только для криптовалют, но и о том, что эфир. Большинство криптовалют до эфира, это были просто тупорылые форки биткоина. Ничего особенно нового в них не добавляли. В эфире появилось такое понятие, как смарт-контракты. И об этом Вастрик написал новую статью. Вастрик, простите. Я, как сказал, написал. Вастрик, он как бы... Вастрик, как бы. Вот. Если хотите, чтобы мы ее обсудили, предлагайте нам ее. Здесь прям ссылка есть. Просто, ну, интересно, вам это интересно или нет. Потому что там, да, там принцип чуть-чуть другой. Кроме этого, оказывается, делали IPFS. Протокол хранения файл, в котором вы сдаете в аренду свое место на жестком диске. За это получаете файл коины, тоже монеты. Идея, как бы, типа, технически мертвая, по мнению Вастрика. Но на ICO эти люди уже поняли 257 миллионов долларов. То есть, выпустив свои эти файл коины, их у них напокупали и вложились в них. И, короче говоря, да. Нормальная тема. В общем, вот такие вот криптовалюты, вот такое вот оно все. Вы пишите вообще, что как. И кидайте денег на тот биткоин-кошелек, который мы положим под подкастом. Положим под подушку, потому. Ну, это сто пудово. Следующая тема – это история полароида. Так. И тем-то о том, что, во-первых, нейрон инсомниус предлагает третью тему подряд сегодня в подкасте «Бенефис нейрона инсомниуса». История полароида – статья плюс ролик. Как бы с «Гиг Таймса». Ни хрен собачий. Полароид – это, короче, как все знают, фирма, которая делали знаменитые фотоаппараты с моментальной печатью фото. Но до того, как они начали делать такую хреновину, они, как обычно, делали для армии то ли очки, то ли какую-то, короче, оптику жесткую. Сейчас я найду, где это было. Вот те на. Ну, это нормально. Включая инфракрасные приборы ночного видения, прицелы для орудий и вектрографы. Да, это нормально для американских компаний. Вот те на. Да, которые потом становятся крутыми пацанами. Но, короче говоря, дальше идет история о том, как чувак, вообще, Эдвин Лэнд, который основал компанию «Полароид», у него фамилия не «Полароид», чтобы вы понимали. Внук русских эмигрантов и выпускник Гарварда, как «Оксимирон». Или тот, я не помню, кого выпускник, не важно. Я не в курсе. Короче, он реально придумал вот эту тему с компанией, которая выпускала товары с поляризационным покрытием. Солнцезащитные очки, настольные лампы и другое. То есть, короче, чувак увлекался именно поляризацией и вообще, в принципе, оптикой. И дальше, короче говоря, во время отдыха в 43-м году, я боюсь представить, где он отдыхал в 43-м году, скажем так. Кто вообще в 43-м году отдыхал? В «Санта-Фе» написано, кстати говоря. Это не джип, как вы могли подумать. Да, это не «Хендей», «Санта-Фе». Вообще «Санта-Фе» — это недалеко от Альбукерки, в Нью-Мексико. И вот его трёхлетняя дочь Дженнифер, не Энистон, поинтересовалась, говорит, почему нельзя посмотреть фотографию сразу после съёмки, сказала она, гений. Это на самом деле сродни тому вопросу, который я так люблю вспоминать этот эпизод, ты мне рассказывал. Когда мальчик спрашивает в автобусе, «Папа, кто придумал бутылку?» Да, и как бы это, видимо... И видит ли в бровь и в глаз, да. Скажем так, мальчик, возможно... Этим мальчиком был Альберт Эйнштейн. Да, шутка про то, что садится на бутылку. Ладно. Суть в чём? Суть в том, что, короче, девочка спросила, а батя-то подумал, что как бы... А почему бы и да? Опять же. И знаешь чё? И знаешь чё? Он реально до хрена работал и сделал первую камеру, которая сама печатает. И посмотри, как она выглядит. Просто посмотри. Она выглядит как супер олдскульная тема. Наверное, такой сейчас Polaroid стоит тысячи-тысячи долларов США. ШСА. Тут ещё... А я играю на гармошке. Да, он такой с гармошечкой. То есть он такой очень олдскульный. В общем, ну, чё сказать, старый Polaroid. И он уже тогда печатал моментально. Хочешь сказать, даже вот именно вот в таком дерьме и то уже было моментально. В таком дерьме было, была. Вот. Потом, короче, естественно, это всё производилось в Другистане, в том числе и в СССР. В СССР, как у меня батя любит говорить, в СССР производилось. Хотя казалось бы. Да. Polaroid Super Color, прям по-русски. Да, да. Polaroid производился у нас. И я тебе скажу... Как вообще пропустили? Хрущёв лично, что ли, себе хотел? У нас, у знакомых родителей был Polaroid, и у меня много фоток в наших альбомах семейных. Именно Polaroidных фоток. Ну, у нас есть несколько. В гости люди, опять же, приходили. Но я не знаю, в Советске это был Polaroid или на Турус. Ну, тут да. То есть я не знаю, да, какой это был оригинал. Всякое бывает. Но, опять же, это же тоже официально. Это не то, что Dendy, да? Китайский клон. Это не китайская подделка, да. Не китайская. Вот. Кстати говоря, вся эта тема вообще почему поднимается? Потому что сейчас же модно делать всякое старое дерьмо. В том числе слушать старую музыку на старом виниле. В том числе фоткать на старые фотоаппараты, как обычно, там, плёнкой, хренёнкой. Вот Polaroid. Почему бы нет? Кипсерский достаточно. Поэтому, тем не менее, Polaroid всё ещё держит эту нишу. И тем более, что, конечно же, конечно же, это будет круто, когда ты с Polaroid вышел, а не с какой-нибудь китайской подделкой. То есть тебе скорее винишка Тян пойдут с тобой гулять, чем если ты выйдешь с китайской подделкой Polaroid. А, винишка Тян-то лучше всех разбирается в этих делах. Я уверен, я уверен. Если надпись Polaroid, она твоя. Рекомендую, пацаны. Короче говоря, технология жива. Вроде как они её переделали уже там жёстко, там разные слои можете посмотреть у этих фоток. Там уже суперкруто всё. Как это вообще, в принципе, проявляется. То есть ты же понимаешь, что внутри это проявлятор, по сути, быстро. Я вообще, вот для меня это rocket science. Я согласен. И rocket launch. Магия абсолютная, магия абсолютная. Можете посмотреть в конце ролик. Там очень такой мимишный ролик про историю Polaroid, как люди фоткались, балдели от этих кадров. Самое, что классное, между прочим, во всём этом, во всём этом, вот, ну, между нами с тобой. Так. Полароид могли бы не делать такие края белые, за которые удобно держаться. В смысле? Так это же прикольно. Это прикольно, в том-то и дело. То есть самое главное, вот в этих вот быстро печатающихся фотках на Полароиде, это те самые края, которые есть у фотки. Они очень тоже вот хипстоты добавляют. То есть если ты оформишь свою фотку в инсте с такими полями условно, то это всё равно выглядит по-другому, нежели просто без полей. То есть если бы эта фотка была полностью без полей... Я согласен, поля сразу винтажности добавляют. Много добавляют, да. То есть такие поля... Плюс 500 в карму они ещё добавляют. Такие поля были специально сделаны, чтобы держать фотки. То есть брать их, снимать. Ну, это логично. Это просто логично. Вот такая история про Polaroid. Идём в историю теперь другой. Сразу хочется вспомнить, что оригинальная иконка Инстаграма, она напоминает мне вот эту камеру One Step Polaroid. Ну, то есть мы когда с тобой обсуждали редизайн Инстаграма, там было точно сказано, какую из камер они скопировали. Да, да. Но мы не будем сейчас об этом вспоминать. Следующая у нас с ДТФ. Да, я давай быстро расскажу. Короче, ты мне поставил типа мне, я прочитал первые три строки, и поэтому я скажу, что я прочитал. С ДТФ статья про чувака, который создал бренд Дэнди. Дэнди тот самый, который типа, как я понимаю, Нинтендо. Который тайваньский клон Несса, да. Обычного, оригинального, восьмибитного Нинтендо Интертеймент Система. По сути, Дэнди, это мы его все помним, как слоника, логотип. Со слоником, вот. И как я понимаю, этот чувак русский. И как я понимаю, он даже у нас в России учился, и, короче, учился в МГУ, и там было до хрена всего. Учился на каких-то умных факультетах. Вот. И, короче, в принципе, сам по себе чувак суперактивный и, видимо, суперкреативный. Вот. А от тебя я хочу получить вообще все детали. Так что... Дьявол как раз в них. Давай, конечно. Рассказываю коротко. Короче, был такой чувак. Ну, как был. Есть. Виктор Савюк. Он рассказал все. Начиная от того, что он приехал в Москву, поступил в МГУ, просто потому, что МГУ это было круто. Он, чтобы ты понимал, с Украины. Ну, как и сейчас, в принципе, МГУ-то круто. Я думаю, люди с Украины, в принципе, были бы непротивы. Но там многие не поступают, дамы. Об этом мы не будем говорить. Да. Но он поступил. Он, кстати, за золотую медалью закончил школу. Ему полбала не хватало. Ему зачли золотую медаль за полбала. Так. И начинал-то он с того, что он был диджеем на дискотеке. Диджей. Битмейкер. То есть, прям реально. В начале 80-х они играли на магнитных пленках. И они на магнитных пленках миксовали. Я, кстати, пока читал. Там было написано, что они там хорошо получали, между прочим, диджеями. Нет, они были успешными диджеями. Их даже продвигали. Они вдвоем с чуваком каким-то это делали. И он говорит, я даже сейчас слушаю наши миксы и звучит достойно. Балдею ваш, балдеюш. На самом деле, хочется даже теперь и послушать. Теперь хочется послушать, что там делали. Ну, там какой-нибудь супер хаус старый. Ну, вот да. Ну, видишь, у них написано, что у них были сеты с рэп-треками. Они начитывали это заранее, как-то сводили это все. Одновременно магнитные пленки. Представь вообще, как миксовать на магнитных пленках. Ну, просто судя по... Винил ты можешь крутануть сразу с места на место. Я просто смотрел... А пленку карандашом надо успеть подкрутить. Да, я смотрю на фотографию, и человек не выглядит, как человек, который миксовал рэп-треки свои. Ну, вот да. Но они с Сергеем Осеневым работали. Видимо, Сергей Осенев начитывал. А это было на нервах. Был MC, а это был диджей. Да, да. Ну, короче говоря, они нормальные. По тысяче рублей в месяц в среднем получали за тиражи. Сейчас-то примерно по 600 тысяч рублей в месяц. Это очень большая зарплата. Вот. Плюс гастроли он пишет еще. Это тоже робко. Может быть, на гастролях еще в 20 раз больше. Да. Так. Ну, почему вообще решили, так сказать, бросить-то? Он говорит, ну, вообще у нас был же продюсер. И мы усложняли миксы, добавляли эффектов. Они хотели расти и развиваться. Их менеджер, он боялся изменений. И просто последний раз, когда они сделали новый микс, называли ее Кока Микс. Гачи Микс. Ее этот чувак, ну, их менеджер отказался тиражировать. Сказал, все, чуваки, идите нахрен. А она еще и бомбанула, оказывается, больше всего. Но они уже просто решили, что, блин, как бы, значит, судьба. Нам уже по 27. Пора завязывать с диджейингом. Будем заниматься чем-то другим. Кроме этого, они занимались распространением контрафактных видеокассет. Они в каталогах писали, типа, вот у нас есть такая вот медиатека. Просто тупо в печатке выпускали по всей стране. Такие-то фильмы. Вы нам анонимно присылаете, короче, запрос по почте с бабками сразу на вперед. Мы вам присылаем видеокассету. Дома сами вручную на видеомагнитофонах тиражировали, это переписывали с видоков. При этом у них, они с нулем зашли в этот бизнес, потому что у них тупо был знакомый с видеопрокатом. Мне просто, понимаешь, мне кажется, таким людям им денег-то вроде не надо. Они уже просто делают, чтобы делать, потому что охота. Ну, я согласен, они на диджейинге уже достаточно заработали, так скажем. Но, видишь, денег не бывает много. Да я уверен, что он просто это делал, потому что может. Ну, по 600 тысяч, ну тогда в те времена это просто как Высоцкий, можно ездить на машине. Он, я думаю, Высоцкий еще больше зашибал. Да это понятно. Тот за раз зашивал сколько эти в месяц. Но неважно, может даже и больше. Суть в том, что, ну да, видимо, пэшен у него был. Просто ему это крайне интересно было делать. Вот. На видеокассетах они зарабатывали уже, сейчас я скажу, это важно. По 30 тысяч рублей чистой прибыли в месяц. Это около 10 миллионов в нынешних ценах. Он говорит, это было хорошим бонусом. Как бы скромничать немножечко. Представляешь, дома сам на VDK записываешь и вот такое. Потом, понятное дело, все-таки им пришлось закрыться, потому что их кто-то впарил. Но денег они заработать успели. После этого они устроились в компанию Paragraph, которые на самом деле до сих пор, ну Paratype они сейчас называются, делают шрифты. А, нифига. OpenSans. Жестко. Они делают до сих пор, блин, по-моему, не OpenSans. PT Sans, PT Serif, это Paratype. Это вот та самая компания, которой они устроились изначально. Вот. Они туда устроились, так сказать, это. Хрен, кем они устроились-то? Пограммистами? Ну, кем-то из таких, я сейчас пытаюсь посмотреть, у них были, они уже игры делали и так далее. Причем делали их в основном имиджево. Просто, типа, у нас компания еще игры делает. Тогда это не было, так сказать, бизнесом вообще никаким. Они это делали просто, чтобы, а у нас еще вот игры есть. В общем, имиджевые проекты, там по 100, по 150 штук тираж всего лишь был. И как бы даже да. И они в итоге, как же он попал-то туда? Сейчас я вспомню. Я, на самом деле, два раза перечитывал эту статью, но уже забыл. Потому что самый смак-то дальше идет. Они в параграфе просто... Кто-то рассказал, говорит, что есть фирма Nintendo, занимающаяся выпуском видеоигр. Узнал, говорит, что есть такие коробочки, которые можно вместо магнитофона подключать к телеку, играть, как на компьютере. А компьютеры тогда уже были, типа, за X-спектрумов, на самом-то деле. И все ему говорили, да блин, да консоли говно, нахрена вообще ты этим интересуешься? Это же не компьютер, типа, туда-сюда. Они изначально ничего не знали вообще. Чем отличается Nintendo от Sega или от Atari, никто не знал. Никто вообще ничего не знал. От Atari. Ладно, все, продолжаем. И чуваки в параграфе, они хотели заниматься полным энтерпрайзом. То есть тупо делать софт для продажи в США и Европу. А вот этот чувак, он решил продавать консоли. Ну, про которого сама статья непосредственно. Как его сейчас, я вспомню. Как его по батюшке. Да-да-да. Он тут еще называет людей, типа, там, Жора. Мы там с Жорой начинали. Виктор Савюк, напоминаю. Нормальная тема. Вот, он просто понял, что это... Вот, представляете, насколько это... Это вот как 5 лет назад понять, что надо майнить биткоины, опять же. Ну, да. Это насколько надо опередить, так сказать, свое время и так далее. Вот он просто понял, что надо... 5 лет назад можно было уже понять про биткоин. Вот 10 лет назад. Да 10 лет назад их и не было еще. Хотя не 2006. Вот тут хрен. Это, знаешь, надо к китайцам было залезть в мозг. Ну, японец придумал. Ну, можно было и к китайцам в мозг залезть. Я бы и к ним залез. Там бы деконнектировалось как-нибудь. Короче, он начал искать, кто ему даст денег на закупки. В итоге даже с компанией... Контрольная закупка. Все, давай. С торговой маркой Defender он разговаривал, оказывается. Которые до сих пор делают периферию. Вот она уже в 92-м существовала. А тогда, кстати, называлась компания Tor. Как Tor-браузер. В итоге была компания Stipler, с которой он договорился. Тупо ему сказали, чуваки, блин, давай, чё нет-то. Они, на самом деле, занимались, опять же, оргтехникой там какой-то и так далее. Компьютерами и периферией. И они решили просто сделать им по приколу. Они выделили денег для подразделения, вот, отдел видеоигр. И он был единственным сотрудником этого отдела. Он еще тогда еще не было ни названия Dendy. Вообще нихрена не было. Он уже в составе их компаний начал переговариваться с официальными производителями. Написал в Nintendo. Его, естественно, все игнорировали. И потом они начали смотреть по производителям. Фабрики в Китае и Тайване, что производят. Тупо писали на эти заводы. И с некоторых заводов им реально ответили. А потом они посмотрели, что... Ну, они... Вот время октябрь. А он говорит, все, к декабрю запускаем уже продажи. И вот за два месяца они договорились полностью о поставках консолей и так далее. О поставках игр. Сделали первый рекламный ролик. Нарисовали слоника. Причем там еще он рассказывал конкретную историю, что... Когда логотип надо было нарисовать, он там попросил какого-то знакомого друга дизайнера. Тот ему нарисовал несколько вариантов. Я, говорит, все их обосрал. Тот чувак обиделся и в тролл мне сделал слона просто. И, говорит, именно этот слон бомбанул. Что, типа, вот. И надпись Dendy тоже ее сделали стандартным шрифтом Cooper. Чтобы, типа, легко было ее везде печатать и так далее. Все, говорит, по-быстрому отправили все логотипы, всю хрень в Китай. Точнее, в Тайвань. Потому что китайские клоны были тогда дерьмовые по качеству, а тайваньские были хорошие. Все, начали делать тайваньские вот эти штуки. Закупили их. И первые там, короче, все. 100 миллионов долларов пошло. Ну, сразу автоматически. Там миллионы сразу пошли. Да, да, да. И это через два года 100 миллионов долларов. Не сразу. Никто, ни Nintendo, ни Sega с ними сначала не разговаривали. А потом, когда 100 миллионов, уже разговаривали. Но было уже, как бы, немножечко поздно. Почему? Потому что век 8-битных консолей уже на тот момент прошел. И Nintendo сказали, блин, чуваки, давайте SNES теперь. Мы похрен, мы не претендуем, вас не будем заслуживать за то, что вы говно продаете свое пиратское. Наши клоны. Давайте SNES теперь вы продавайте у нас здесь. И нормально все будет. Но, короче говоря, не поперло, потому что оригинальные SNES, они дорогие были. А у нас все продавали китайские Sega. Тоже 16-битные консоли. Людям невозможно было объяснить, чем Sega отличается от SNES. Что SNES, типа, более премиальный и так далее. Хотя, по факту, во всем мире так и было. SNES больше ценился, чем Sega Mega Drive и магистры. Вот эта всякая хрень. Ну, короче, он здесь очень много рассказывает о том, как они практически фурами подвозили эту хрень. Как они рынок захватывали с бандосами, договаривались. Что там торговали более оптовыми, дешевыми копьями китайским. Они подсуетились тоже в Китае, заказали, потому что через 2 года уже качество китайских клонов выросло. Они сделали не просто Dendy, а Dendy Junior. Кстати, у меня был оригинальный Dendy. Junior это там, где он мотоциклист такой. А оригинальный-то синяя такая коробка. Вот у меня синяя была, кроме шуток. И я потом, правда, продал за 200 рублей, как сейчас помню, в газете, из рук в руки. Да. Чтобы на обычный компьютер хватило на апгрейд. Ну, хватило. Ну, ладно. Короче говоря, и они, типа, на рынке начали, просто открыли свой ларек и начали торговать приставками. И у них настолько это успешно поперло, что начальники Черкизона или что там это, горбушка была, просто запретили торговать консолями. И он, а он полностью, я, говорит, лично там ходил, договаривался с этим, ездил к тому, там, туда-сюда. Я, говорит, просто своим продавцам сказал, а вы, короче, как вам пацаны подойдут в кожаных куртках? Вы скажите, что вы договорились? И они говорят, да мы как бы договорились. И пацаны реально отвалили. А, ну, блин, вы договорились, ну, ладно, окей. Они тупо отваливали. Ну, видимо, тогда слово это было уже как бы как закон. Вот, да. И за две недели они, опять же, наторговали больше, чем весь рынок вместе взятый, только подвозить успевали. И все дилеры, которые там торговали другими клонами, они в результате решили, что они будут закупать у этих, у дэндивцев. И дэндивцы вообще свой ларек закрыли и уже торговали только через тех людей. То есть там вообще все четко, супер было сделано. И тут он, на самом деле, кроме просто романтики 90-х и того, как он рассказывал о бизнес-схемах, он рассказывает о том, насколько важен был вообще брендинг, реклама, о том, что с ним один из NLP-чуваков работал. Первых, типа, в России вообще кто там. Это нейролингвистическое программирование. Да, 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 да. О том, как именно сказать чувакам, что под Новый год это все должно выходить. Ну, короче, там прям космос. И о том, почему, например, Game Boy провалился, они их пробовали продавать, но их все называли просто тупо Тетрисом. И никто не мог привыкнуть, что есть карманные игры. И так это и не пошло. Провалился полностью. И хотя, казалось бы, идея-то классная. Это практически смартфон прошлого с играми. Айпод Тач прошлого. Но как бы нет. А он сейчас случайно не Nintendo Russia? Нет, он сейчас вообще отошел от дел, и он тупо инвестирует в чуваков, которые ему нравятся. У него сейчас уже денег жопой жуй. Ну, это логично. Вот. В принципе. Да, здесь опять же о том, как они придумывали логотип. Потом, сейчас я посмотрю что-нибудь еще. Вот здесь как раз картинка синего оригинального Dendy, который у меня был. Они про то, что книги вот эти выходили с solution'ами, так скажем, и так далее. Это потому, что их вот этот стиплер, который компания им дала денег, они их выселили на самом деле, потому что тупо стыдились, что у них какие-то дураки детские работают. Они их выселили в другой офис, в издательский дом. А этот чувак, он поскольку любил мутиться, он уже сразу замутился, что, а давайте такая книги сразу будем еще выпускать, Dendy'ские тоже. Потому что нашему бренду нужно вообще фульный, пульный, пульный, пульный каверидж. Пульный. И хотел сказать полный, полный и фульный, получилось пульный. Полный каверидж. И говорит, давайте сразу книгу делаем. Потом они сделали телепередачу Dendy. Новая реальность. Но передача была очень дорогая в производстве, поэтому они от нее отказались немного. Но даже то время, которое она была, оно и то уже бомбануло, и да. Кстати, говорит, в России, опять же, вот тут много таких мудрости. В России, говорит, не работает модель, что ты продаешь дешевые консоли и дорого продаешь игры. Особенно, говорит, потому что появились пиратские картриджи, тысячи игр в одном. Ты, говорит, не мог физически на играх заработать, поэтому все равно пришлось зарабатывать на самих консолях и также на аксессуарах типа световых пистолетов, оказывается. Вот, он рассказывал о том, как они рекламные компании целые делали, а как первые точки монобрендовые магазины Dendy открывали. О том, что там прям вот, да. Лужники, кстати, рынок назывался. Вот про 16 битки пошло. А потом, кстати, в итоге они уже торговали и Sega-ми тоже. Потом они выкупили полностью целую компанию, которую другим пиратским клоном Dendy начали торговать. И просто чуть ли не трактором все у них это сломали, начали только свое торговать. Короче, там много прям перипетий всяких было. Но мораль-то в чем? В том, что вот эта компания, Stippler, которая им изначально дала денег, они же под ней были, по контракту. И когда они начали разоряться, вся прибыль Dendy уходила на поддержание компании, но так ничего и не поддержала, и тупо все разорилось. Жестко. И весь бренд просрался, и вообще все. То есть как бы... Ну и потом он уже не оправился, так сказать, сам чувак, и решил больше никогда этим не заниматься вообще. Хотя как бы его и в Nintendo Europe там приглашали на собеседование, и вообще, то есть как бы он уже прослыл чуваком, который может делать вещи. Но он, видимо, не хочет просто типа на дяденьку работать. Он вот сам за себя мутил, а вот что-то поехали. Он уже не за себя, он же, видишь, он не был акционером там в той компании, он был как раз... Да, но в те времена нельзя было так взять и стать главным. То есть это как бы сложно очень было. Вот. А как бы сейчас? Сейчас. Он, видимо, уже не хочет... Ну, после этого он в телекоммуникациях работал с 2003 по 2009, он пишет. С 2010-го тупо начал делать инвестиции в стартапы и все. То есть как бы да. Ну, ясно. И вас спрашивают, хочется иногда вернуться в игры? Он говорит, ну, когда я, говорит, финансировал пару игр, вот как раз на этапе стартапов, я, говорит, понял, что на самом деле вот именно в GameDev я ни хрена не разбираюсь. То есть он как раз тот чувак, у которого не компьютер на столе, а трубка лежит, и он как бы может вообще все сорганизовать и сделать, почувствовать, бомбанет что-то или нет, но как бы вот непосредственно в технических деталях он не очень разбирается. Короче, прочитайте эту статью, я, повторюсь, два раза перечитывал. И да. Что касается автомобиля, у него Mercedes R-Class с переделанным салоном. Под что у него там переделан? Что такое R-Class? Ну, блин, это вот как ты любишь. Семейная машина, такая непонятная, несуразная. 500 кобыл там нету вообще. То есть там просто такой, типа как минивэн. А, я понял, какая. Ну, это не дешевая машина, скажем так. Хотя не один Mercedes. Вот именно. То есть все равно несколько миллионов стоит, но не Гелендваген вообще. Кстати, живет он дополнительно еще в Латвии, там у него Subaru Outback. Ну, в принципе, отлично. Последняя тема из сегодняшнего подкаста, и, в принципе, мы завершаемся. Тема-то такая, тем-то животрепещущая. Современные секс-роботы стремятся предвзреть людей. 12+, плюс одно видео. Почему всего 12? А, 12 фото. 12 фото, да. Способность ходить и говорить, а когда надо сочувственным промолчать. Идеальная фигура, которая может без проблем меняться в зависимости от мужских пожеланий. Самый современный секс-робот, код, гармония код. Это важно, что код, да. Настолько притягателен, что многие мужчины, скорее всего, предпочтут его живой дюшке. И мы видим, как выглядит действительно этот секс-робот, господа и дамы. Привет, человек. Меня зовут Гармония. Я создан для того, чтобы быть идеальной партнершей. Если честно, если честно, страшновато выглядит. Ну да, да. Особенно, когда без волос. То есть, без парика. Что я могу сказать, что я могу сказать? Как я понимаю, это уже достаточно совершенные хреновины, которые практически-практически только сами ничего не делают. Хотя, я думаю, они уже и сами делают. Хотя, возможно, и сами уже и делают. Просто тут рядом создатель. И создатель тоже уже выглядит так же, как этот робот. Создатель, на самом деле, выглядит достаточно противно. Хотя он, скорее всего, супер-стимпанковый чувак. Вот, судя по его фоткам, у него, во-первых, татуировки, типа, что у него уже практически микросхемы торчат из рук. Вот, ну и он просто уже, наверное, чувак, который насмотрелся какого-нибудь там чужого или еще чего-нибудь. Он думает, что он уже создатель. Я вообще боюсь вокруг, что у него там внутри квартиры, и дома, и какие у него стоят роботы, и что они ему делают. В принципе, в принципе, знаешь, вот эта хреновина, наверняка многие наши подписчики, умненькие которые, которые, знаешь, там могут на Ардуино что-нибудь сделать, они бы сами такое замутили себе, и, возможно, мутят. Вот именно, возможно, уже давно замутили, и им нормально как раз. Вот, но я бы этому чуваку порекомендовал, если бы он слушал нас вдруг, сделать, обратиться к чуваку, который делает формы лица. Формы лица, формы тела и формы всего. То есть ему бы попроще бы сделать лица, чтобы они не были такими, во-первых, мужскими, с мужскими чертами во многом. Вот, да и просто их более отчеловече, скажем так. То есть понятно, что ты хочешь как бы, ты делаешь как бы это кукла, понятно, но тем не менее, ему бы вот такого чувака нанять, который как Дэнди ему сделает. Вот. Ты на руки на них посмотри. Руки нормальные, ноги тем более нормальные. В принципе, здесь все нормально, скажем так. Тут так забавно написано, что вот она может быть чувственной, скромной, молчаливой, разговорчивой. Скромный вариант, правда, уже вызвал протесты борцов с насилием. Потому что, по их мнению, воспользоваться услугами механической женщины, не выразившей явного согласия, это то же самое, что институция анализирует изнасилование. Вот. По-моему, на этой ноте можно переходить к обойке. Ну тут да, тут можете посмотреть картинки и всякое. И не только посмотреть, скажем так. Тут есть и видосы в том числе. Видосы есть, да? Открывай. Обойку. Давай, открывай. В принципе, в принципе, что мы здесь видим? Для тех, кто не видит. Мы здесь видим такой вагончик электрички, можно сказать. Внутри это интерьер. Думаешь, это электричка? Я думал автобус. Но слушай, я не готов с тобой. Блин, вот я просто смотрю на двери. И двери какие-то, знаешь, как будто... Ну, во-первых, там... Ну, как будто из вагона в вагон, да, проходит. Да, как будто вот. Но может быть и автобус. Тут, в принципе, это не суть. Суть в том, что это, естественно, обивка. Такая вот обивка в русских я не видел нигде. Ни в электричках, ни в автобусах. Раздерется она в ближайший, в первой же рейсе. Потому что там будет Люба, я тебя люблю, Вася, лох. На другом просто сигареты прожжено. На другом просто сигареты. Но, в принципе, наш подкаст... Слушай, но наш подкаст, это мы, собственно, в нём и находимся. Вот он, интерьер. Это вообще всё, вот этот наш подкаст. И, как я понимаю, слушатели уже вышли на свои остановки. А мы вот сейчас как раз доезжаем до последней, до конечной. Отцепляем вагоны. И идём в столовую для кондукторов. Да, да. Ну, мой вариант, опять же, будет такой, что... Вот наш подкаст, понятное дело, это весь этот вагон. И слушатели, они приходят, и они на верхней полке кладут свои темки. А мы с тобой как бортпроводники потом проходим перед взлётом, так сказать. И да, закраем. Некоторые выкидываем темы, вместе со слушателями выводим их. Прям в люк. Да, потому что вот не катит. А нет, знаешь, кого мы выводим? Вот заходит какой-нибудь мужик с гитарой и начинает петь. Да, 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 да. Мы таких сразу... Нет, нет, он серьёзно. Подстановку, не-не-не-не-не-не-не-не. Никаких тебе песен в конце, это только на стримах, а в подкастах такого нет. Ладно, давайте, будем с вами прощаться, увидимся в следующий раз. Подписывайтесь на нас в соцсетях, ВКонтакте, в Твиттере, в Фейсбуке, в Инстаграме, в Гугл Плюсе. Обязательно в Телеграм-канал, вступайте в Телеграм-группу, тоже можете вступать. На Ютьюбе ставьте пальцы вверх, пишите комментарии, подписывайтесь, ставьте колокольчик. На iTunes ставьте звёздочки, пишите отзывы. Увидимся в следующий раз, пока. Пока.